Июля 2014 года. Мы находимся в поселке Потеряевка, Мамовского района, Алтайского края. Ну, дали объявление, будут беженцы из Украины, как-то, чтобы ищут верующих. Вот мы-то, православное поселение, на старинных, благочестивых русских обычаях строится. Здесь, кто поселяется, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И она говорит, это Валентина Пивень, говорит, вы снимитесь с семьи две, узнать, какие трудности были, что. Ну, вот мы еще раз сняли Устиновых, у них шесть крупного рогатого, семь рогатого скота, там показали кое-что. Сегодня пришли мы к старости деревни, тоже с нуля начинал. Вот он заготовил нынче сам. Сам косил, сам сгребал, сам заворачивал, у него на все техника. Вот покажи вокруг потихоньку техника. Там дальше еще фермера есть, это комбайны, а здесь свое. Вот так, пройди, это все заросло летом крапивой, а весной эта техника работает. Вот сейчас они будут выгонять. Спасет их сын Иеремия, Ерема, как говорится, Ярмак. Вот Иеремию сейчас мы немножко спросим. Староста, это Барабаш Игорь Александрович. Он учился в политехническом институте, теперь это университет. А Елена, она закончила педагогический университет. Она как завуч школы здесь. Это отделение Корченской школы. Ну, старший учитель, так назовем. Мы пришли к нему тоже, я не хочу снимать, я не люблю. Да что тебе снимать, ты еще уродливая какая. Даже уродливая-то, парализованная снимается. Это все на пользу. И вот мы хотели вчера снять. Вчера не получилось, дождь шел. Тут дожди. Вчера должен был прилить. Вон коршун какой, покажи, какие у нас птицы летают. Вот они, приблизь его. Вон, что-то добыл, уже понес. Своим коршунятом, он несет, видно. Вот Игорь выгоняет коров, подоил, доил на аппарат. Каждую неделю едут в город. Молочное хозяйство. Мы сейчас спросим, он фермер. Начинал ни с чего. Просто ребенок, кажется, приехал один ребенок был. Он расскажет подробнее. На него даже обида тут есть. У нас в церкви ласточки жили. А сейчас нет, он залетает и вылетает. Он своим гаражом, ток, где пшеница, переманул. И считали, больше 28 гнезд только у него, ласточинных. Все, гудит. Я говорю, ты что делаешь? Всех ласточек переманил к себе. И кто бы ни приехали, начальство с города, с края, все у него останавливаются. Это приветливый дом. Дочь у них, Маша, она учится в медицинском университете в Барнауле. А сын, Терентий, он учится в политехническом построительном факультете. Зарабатывает неплохо. Летом даже где-то нанимается работать. Вот скотина выходит. Вот смотрите, покажи. Это вот у него трактор попутно показать. Навесное оборудование, бульдозер. Бульдозер может быть. Вот зеленый где стоит, это, который накручивает вот эти сено тюками. Это у него все есть. Ну, коровушка какая. Да травка она зеленая. Это что, трава у нас называется конотопка? Спарыш, мурава. Вот, ну-ка пошла отсюда. Ты что стоишь? Гнать ее? Все надумается. Гнать, гнать. Выгонять или не гонять? Да, 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 да. Он говорит. Да, выгонять. Сейчас я помогу, Марика. Ну-ка пошла. Ты что стоишь тут? Задумывай. А? Ну, пошла. Ну, давай, давай, давай. Только давай. Ты смотри. Смотришь, какая? Вот. Вот, берем и выгоняет. Мы расспросим, сколько скотина, сколько дойных. Это вокруг околки береза. Вот иди сюда. Выйди, Володя. Снимает Владимир Пастерик. Вот. Тут у нас один жил. И ждали большое начальство. И начальство такое, которое против нас было. И он взял, залез на этот тополь, крест. Там привязал. И пошли дожди, они не приехали. Там в лагерь хотели. И не приехали. Все это благодарение Богу. Вот, смотри. Нам ерему надо захватить. Немножко. Если это слово, спросите его. Посмотри, какая техника. А начинали с чего? Саман. Это стена весома или что-то как-то. Так. А вот покажи, сколько всего налево-направо. Это ласточки. Это все Игорева хозяйство. Ты, подожди, котам, притормози. Я с тобой поговорю, где-то. На выходе. Немножко хотя бы. Сейчас мы выйдем в храму. Показываю. Песни тут. Есть такой? Пластер. Так, иди сюда. Тебе сколько лет? Тринадцать. Повтори. Тринадцать. Тринадцать. А в какой класс перешел? В седьмой. Какие у тебя основные отметки? Пять. Четыре. И Маша также училась на дне пятерки. Она на каком курсе сейчас? Она уже закончила. Она сейчас пойдет на ординатуру. Еще надо... О, ординатуру? Еще два года надо учиться. Так, неужели она закончила уже? Закончила. Вон как. Теперь она уже врач. Все. А по какой она отрасли? Почти. Она рентген. Вон как. Брология. А этот Терентий-то брат твой не закончил еще? Нет, не закончил. Я не знаю на такой курсе. Вот так. Сколько у вас всего крупного рогата? Крупного рогата? 27 коров. 27? 27. А овечек сколько не знаешь? Овечек не знаю. Ну папа скажет. Ты уже машину сам водишь. Я вижу все, у тебя Терентий на любой технике работает. А начиналось все с нуля. Какие наши с тобой отношения? Хорошие, плохие? Нормальные, да? Все у нас хорошо. Потому что мы все верующие, все православные. И мы их подошел, чешется трактор. Ему это интересно. Вот сколько машин. Обойди, Владимир, покажи. Вот эта машинешка, тут батюшка на ее садится. С этой стороны одна машина. Номер покажи. Вон они где пошли. Потихоньку. Заворачивай. Спасибо, Христос. Вот. А здесь пойдем дальше, пройдем, пока они там ходят. Сразу, а потом в избу зайдем. Давай, гони. Вот они. Вот это живут в деревне. Да в городе кошку держать негде. Какая-то жизнь-то. Да, конечно. Вот сегодня дожди идут. Он тут ремонтирует возле дома. Потому что сенокос еще нельзя. Но он уже заготовил себе, другим. Вот эти круги накручивают. Это тоже какая-то прибыль. Там дальше березки видно. Батюшкин дом. Пройдем сюда. Вот. Ах, ты так и снимай. Чтобы видно было, как мы не прерываем, не составляем. У нас вообще не как-то нет, живьем. Сдаем, чтобы люди сами как будто бы с нами идут. Это у нас бездеревенская машина. Там самосвал возят. Это храм. Видите как. Я не знаю, тут закрыто или нет. Подойдем здесь. Это половина. Вот так вот повдоль, если брать повдоль. Вот это половина школы. Вот она. Посмотри. Начальная школа-то. Начальная, это значит 9 классов. Десятой нету. Даже один ученик в классе учителя учат. Я не знаю, закрыто или нет. Ага, замочек висит. Потом. Мы не раз показывали в классе там, что есть. Вот здесь надо показать. Подождите. Это вот школа заготавливает дрова. Подождите. Дровяник. Рядом здесь пруд. Сейчас покажем. Это сами уже все выкопали. Теперь-то легче. А тут траншеи были. Тут, видимо, приезжали солдаты. Учились стрелять и прочее. А теперь мирное время. Вот. Полный склад дров. Сухонькие дрова. Тут все участвовали. Иногда привязываются. О, у них туалет в виде сортиры. Вот он, туалет-сортиры. Ну, нормально. Они еще уголь привозят. Ага. Уголь привозят. Вот начинают привязываться к чему не надо. Это у Игоря тут заправочная. Баки с горючим. Вот по вкусу подойти, пруд снять можно. Подойди туда. Поближе. Мы покажем. Видите, как? Горючие смазочные материалы. Вот. А это вот пруд. Зарожцы рязки. Посмотри вперед. Пройди быстрее, дикие утки. Успей снять, а то они улетят. Вот туда, с той стороны пройди. Покажи, они плывут. Вон они. Это дикие утки. Тут аистов штук восемь прилетает. Вот. Мы копали. Тут не успели углубить. Не получилось. Стали нам мешать. И пруд так. Глубина недостаточная. Закупали рыбу, мальков. Ну, все промерзло до дна. Ну, ждет своего времени. Видите, тут какая красота. Деревья вокруг. Все это огорожено было оградой. Мы делали 500 только столбов закопали. Пошли. Мы сейчас пока здесь покажем, как это крапива. А рядом вот это пустырник. Это медоносная трава. Да все. Это сердечная такая от сердца. Вот эти пять первых вот этажами, которые идет. Вот. Лучше, чем корень валерьяна. Так говорят. Япония. Это в Америке специальные земли под них. А у нас все это. Некому заниматься этим. Тут на одной крапиве можно было озолотеть. Или вот этот сапропель. Это на дне, которое лежит. Это грязь. Она очень полезная во всех отношениях. Друг до удобрения. Ее на граммы за границей верили. А у нас тут их сотни тонн лежит. 180 лет никто ее не брал. Это у Игоря склад. Зерносклад. Этот зерносклад 502 квадратных метра. Ну, тут много не увидишь, потому что темновато. Ну, посмотреть. Можно будет. Видишь как. Дальше видно, там пшеница. Чтобы к стенке не прислонялась. Видите, каким все это покрыто кровельным железом. Там очистительная техника. Там дальше стоит. Я думаю, не видно просто будет. Что тут покажется? Видишь, какие вороха. Это еще с прошлого года не сданное. Надо продать там, степенируясь под новый урожай. Асфальтированный пол. Не пол, а основание. Когда-то еще не было. Надо помнить, что это все с нуля. Вот такой калатчик. Гнезда их вам где-то показать. Вот такие столбы. Как трудно было поднимать. Теперь это все готово. Это человек, который действительно зарю с зарей смыкает. Как пишет Твардовский. Зайдем сюда. Это мешки. Он меня снабжает кормом для голубей. 40 мешков дает. Это не 2 килограмма. Пойдем. Как бы не Игорь Александрович, у меня бы и голубей не было. А теперь посмотри, отсюда храм видно. Как мы обойдем и туда выйдем. Все видно было где. Вот посмотри, какие техника-то какая. Вот прицепы возить ещем. Это батюшкин дом. Тоже с нуля. Там дом где-то продал, приехал. О, там строитель, камещик. Видишь, прошлогодние это только уже не используют. Видите, крыша, как в прошлом году перекрыли. Это все стоит не тысячу, а сотни тысяч рублей. Сотни и больше. Но деньги есть. Откуда деньги? Коровы, мясо. В прошлом я зашел, неделю назад вижу, он два быка забил. Тут же приехал один из наших, Никитин Михаил, на машине. Перекупил. Но он там продает с добавкой, так и должно быть. Иначе он нужный человек. И он помогает сбывать в другом месте. И себя не забывает. Подороже и проще. Отсюда дальше видно, он, видно, раздевалка. Дождь пошел. А? Дождь пошел. Ну, уходим сейчас. Вон, раздевалка на нашем этом. Маленько прикрывай ладонью. Вот это, видите, Игорь ему помог батюшке, все сделал. А это прошлогоднее уже в навоз пойдет. Прикрывай маленько. Это наш храм. С этой стороны храм. Интересно, когда его строили коммунисты, это был клуб. И сделали похожие на кресты. Вставки-то. Эта стена, это единственное, что оставалось от прежней потеряевки. Ну и видно, как покрыто маленько. Шагни сюда, подальше. Пойдем. Уходим, посмотри. Так. Это батюшка не входил. Березы вокруг. У него где-то 48, кажется. Берез покажем. Вот эти плиты надо было завозить. Это все непросто было. Так, быстренько уходим. Проходи туда. Просто бегом. Волюли коммунисты, как свиньи. И покажи. Мы берем семьи, так сказать, благополучные. А не благополучные было, здесь двое пили. Вначале пить. Ну, два собрания провели. Им отказали, и они выехали отсюда. Есть, которые одинокие живут. Но там еще показывают. Вот, посмотри. Даже телефон везде стоит. Услуги связи, рост связи. Это все работающие. Можно там в Америку позвонить сейчас и сказать, что не бомбите там, не помогайте кому не надо. Вот. Это вот у них первая школа была. Загляни сюда. Посмотрите, сколько фляг разных. Это все, все с нуля, учитывая, что ничего не было. И тут одновременно школа. Сейчас, вот видишь, подогревают они молоко для сепарирования. Вот видно, огонек. Наклонись там пониже. Да, да. А это печка. Моя работа. Вот сюда загляни. Это тоже здесь. Погляди, тут класс. Вот сейчас август пройдет. И все, здесь будут занятия вести. Часть, часть. Некоторые классы начальные идут здесь. Вот так, покажи везде, сколько посуды разной. Это все надо было, ну, с нуля работать надо, короче говоря. Тут делать лентяй не получится, ничего нет. Сразу ропут. Одни фляг, посчитай, сколько. Каждая фляга 48 литров. Все это пропускается, сепарируется. Делает масло, сыр делают сами, творог. Вот теперь большая у него машина. Посмотри, какая. Вот отсюда зайди, можешь снять голову, поверни. Я тут закрою. Чуть-чуть, маленечко, Володя, надо пройти в огород, заглянуть к Елене. Это ее хозяйство. Вот сюда вот, подержи маленько. Пойдем-то. Может быть, я неправильно опять сюда. Ну да, она туда. Вот у меня маленький огородчик, а картошка там в другом месте. Пожалуйста, посмотри, какой ухоженный хозяйство. Это бочка запасной воды, свой колодец рядом, прям рядом здесь, с этой стороны. Вот, смотри, тут огурцы. Зашла, нарвала. Там сады, яблоки растут. Вон, видать, малина красная, лук. Маленько пройдем вперед, посмотреть. Отдельно у них здесь Виктория называется. Вот, там какая-то смородина красная, черная. Там много огурцы, дыни, арбузы, перец. Видно, морковка. Видите, что тут сельдереи разные, тут все растут, капуста. Помаленько. А огород дальше там у них? Тут огород, если хочешь, можешь хоть пять гектар сажать. Места хватает. Ну, обычно полгектара хватает. Полгектара надо обработать, не просто захватить. Это их пока... Они не вышли, я тут хозяин еще на огороде. А рядом соседи вон живут, посмотри, какая береза красавица. Тут живет бабушка-старожил, 89, наверное, лет уже есть. Городские-то бабушки только стонать умеют, а это все делает, сама бегает. И рассуждает, и память в ней есть. А в городе там ничего нет, он не думает головой-то, только чужие фильмы смотрит. Ну и маразм постигает. Вот. Пошли сюда. А вот это первая его гора, были скотина, где была, значит, зимовала. А теперь сделал он и шпал, дальше у него идет. Конечно, тут и грязи, и навоза всего хватает. Вот рядом колодец, вот он. Можно даже заглянуть, подойди сюда. Вода качается в избу, в скотине. О, а что это я не открою никак? А она разбухла. А, разбухла. Ну, там, видать, глубокий, он глубокий очень. Ладно. Это вода, бочки. Пойдем. Сейчас в избу зайдем, не выключаю, чтобы непрерывно шло. А там вверху антенна, это связь электричества. Электричество, 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 говорю, это теле такая, мобильная, помогала. Сейчас не знаю, она, видимо, для интернета. Увидите, как у них интернет работает. Ну-ка зайдем туда, хозяин зашел уже, с сепаратом. Пока ходили, я даже не видал, когда он зашел. О, здорово, брат. Добрый. Привет вам. Здравствуйте. Так. А что ты делаешь-то? Ну, а кости полировать собираюсь. Угу. Я хотел, чтобы комнату пришли, там с Еленой немножко, попросили, ну, рассказать о трудности. Как ты здесь живешь, и можно ли жить, когда поселенцы новые будут, что их ожидает. Ну, мы вокруг Абаши маленько показали. Твой дом, это дом Авраама, я называю. Кто бы ни ехал, все тут едут, останавливаются, и главы, и администрации чужие, и кого-то конят. Теперь все друзья. Что, зайди тогда туда. Вот, мы там в комнату зайдем. Вот, это тут кошек. Табун. Так, снимать. Вот, оба заходишь, видишь, вот, чтобы сделать такую прихожку, это надо было достать доски, бетонировать, кирпич. Это все он сам сделал. Какой бич висит. Да в городе у него в музее бы держали такой. Посмотри, как он сплетеный. Какими бахромами. Ну, конечно, бьет больно. Пошли. Мир, дом и сему. Вот такой у нас порядок. Когда мы заходим, сейчас попрошу, чтобы подключили тебя где-то. Вот, зашли мы в прихожки здесь. Ну, что тут направо? Направо тут вход у них. Печка. Посмотри, Владимир, где идет. Тут раздевалка. Вот это печка. Ну, к печке я имею прямое отношение делал. Вот, и там, где вы рассмотрели. Вот. Здесь налево комнатка. Ну, тут кто-то спит. О, что тут? Тут, видишь, что? Вот, самый современный принтер, сканер. Вон там он, видать его. Вот, рядом еще старая конфигурация. Этот. Старой модели. Это достаточно для того, чтобы было. Это компьютер. Здесь у них была бабушка. Совершенно беспризорную бабушку взяли. Долго за ней ухаживали. И она почила теперь на местном кладбище. Матрена. Ну, ладно. Я не знаю, как ее лечать. Заходи сюда. Выходи сюда теперь. Вот так. Пройдем мы сюда. Вот, вот, коридор. Спасибо, за блюдаю. Сюда сюда. Ага. Вот, видите, как коридор. Представьте, что все это с нуля. Здесь был пустырь. Здесь была крапива. Проходят годы. Притом, Некрасов пишет в одном месте. Знаю, богатство твое не воровано. Все с неба послал нам Господь. То есть есть такие люди, которые нигде, никак, ни одной копейки ни в обиду никому не сделали. Не перепродавали, там есть которые сосиски, покупают пирожками, сделают их и перепродают дважды вареное. Здесь не так. Здесь вот трава, он перерабатывает ее через коров в молоко. Молоко сепарирует. Сливки везет каждую неделю в авторге в город. А тот, который это будет видеть, он к себе примерит. Ты сможешь это делать? Это ни день, ни два. Здесь выходных нету. Корова просит есть. И зима, и лето твое. Но сколько здесь радости. Они идут грибы, собирают ягоды. Рядом все это. Вот сюда направо, это кухня. Я буду спрашивать кое-что, Игорь, ты бы подсказал мне. Что у вас? Вот это что за премудрость такая? Это морозильная камера, а то холодильник. Вот видите, холодильная камера, холодильник. Еще к ним мой рост. Нельзя открыть маленько, посмотреть все, кто у тебя. О, посмотри. Со своей березовкой? Летней березовкой, это холодильник. А это вода? Вода, да. Остужаем молоко, когда требуется. А, видишь еще как они умеют делать. Ну, ясно дело, что купить ножи были деньги. А это? Холодильник. Это холодильник. Ну, тоже открой, покажи нам. Секрета нет, а следует. Посмотри. Это сметана. Вот. Это сметана. Где в городе сметана? Да какая сметана? Два дня пройдет, и ножом надо резать, она как масло. Я просто прославляю жизнь людей, которые кормят других. Вот один из них, Игорь Александрович. Барабаш, староста деревни Потеряевка. Сколько тебе лет? 46. Ну, там погромче говори, чтобы слышно было. А приехал сюда, сколько было? Ой, 25. Ты в это время, в общем, как ты оказался потеряевки-то? Как ты узнал про него? Потеряевки, ну, я вашу проповедь услышал в городе, когда в университете там ходили на занятия, и услышал. Какие занятия? Увидел объявления по танцам. Которые по изучению Слава Божьим. Да. Да. И вот только-только начали, и первые объявления были. И вот я там туда попал. Попал, и каждое занятие посещал, уверовал. И вот через года полтора, наверное, два. Так, я же писать сюда, чтобы свет потал выше, а то не с той стороны. Я наставлю рядом. Ну, от того времени у меня двое ребятишек уже родились только. Одному было полтора года, и там около двух лет старшей Маше. А Терентию сколько месяцев? Три месяца. Три месяца, и вот мы сюда приехали. Здесь вот тополя большие стояли, шестобитов нас привез. Ну, и все, мы начали потихонечку. А ничего не было, пустое место здесь было. Крапиву раздвигали, крапива в тот год сыра была как раз. И трапива была там выше человеческого роста, пустое место. Ну, и вот начали. Ну, рассказывай, рассказывай, послушаю. Мы-то думали, как ехать сюда, что к батюшке поближе, думаю, останься в городе. То есть, все это суета мирская засосет полностью, и грех будет с нами непрестанно. То есть, рядышком, ну, никак, думаю, погибнем мы совсем там в городе. И решили все бросить, думаю, сначала испытать себя, на что мы способны. Что мы можем сделать в этой жизни. Там где-то прилепиться, ну, на кого я учился, инженеры, двигателист. Может быть, бы получился у меня, был бы я на заводе, сидел в конструкторском бюро, чертил бы там каленвалы до головки цилиндров где-нибудь на заводе. Нет, я хотел что-то другое. Хотя с сельским хозяйством я совсем не собирался жизнь свою связывать. Вы же самое важное. Для меня это было презираемо, так же, не только мной, так же, как и везде. Кто деревенские сейчас, на сегодняшний день, никто практически не остается. Деревни рушатся, и это, ну, не котируется специальность, никакая. Даже приходят сейчас новые комбайны, современные, там, компьютерное обслуживание у него, и никого нет. Нету, никого. Ну, вот, ну, что, в самом начале взяли маленький комбайн, трактор сразу взяли на заводе. Ну, и все, и начали потихонечку. Очень медленно идет, ну, вот, порядка 250 гектаров у нас сейчас только лишь в земле. Из них около 50 гектаров сенокосы мы посеяли, однолетние травы. Ну, и все. А сколько у тебя пшеницы, гречки? Ну, гречки 40 гектаров, ну, всего до 100 гектаров. Пшеница 80, овса 30. Сам обрабатываешь, сам пашешь? Сам, да. Ну, вот видите, мы в самом начале приехали сюда, каждый свое хозяйство, у нас работников-то нету, каждый обрабатывает сам. Ну, на что способен, кто к челободству занялся заниматься, у кого не пошло. Я вот с земледелием сразу приехал, и сразу мы взяли землю, написали заявление, хотя и не думали заниматься, но знали, что без земли никак. Землю все равно нужно как-то обрабатывать. Что-то есть надо будет, чем-то питаться. Ну, и все, медленно взяли, сначала начинали с одной коровы, там, дали нам сначала попользоваться два года, от нее пошли телята, и так вот медленно-медленно, где прикупали в соседних деревнях. Сход племенных хозяйствах недалеко от нас есть. И сейчас сколько у тебя тут пророгатого? 26. Даже толком не знаю. Ну, меняется каждый раз, то родится, то заколен. А, дойных сколько? Дойных 9, 8 сейчас доится одна телиться должна, но телок много, будем телок смотреть, выбраковывать. Потому что у тебя работников нету, все своими силами. Своими силами. Вот это очень важно, что городской человек, ну, и не любил сельское хозяйство. Потом мы спросим Елену, как это было. Это для людей городских, которые боятся, может быть примером, что не надо бояться, если тем более ты верующий. А Бог? Ну, и весь ответ, а Бог где? Ну, газовый поможет. Ну, и дальше. Ну, он-то не сильно городской. Он же жил в деревне. Да я в городе жила. Деревне, районный центр мой. Ну, все равно у вас корова была, огород был, все равно что-то было. А у нас-то вообще ничего не было. Я ее вообще никогда не мечтала. У меня было в молодости, когда у тебя неверующая была, две задачи. Первая, не уехать в деревню жить. А вторая, не выйти замуж за мужа по имени Игорь. Вот почему-то Игорев не любила ее. То есть, в две у тебя было задумки. Да. И все наоборот получилось. Господь устроил все, все не так, как я задумала. Ну, и как, ну да, попутно спросить, где вы познакомились с ним? Ну, я когда поступила в университет, я там вот в Рубцовске жила, я ходила в танцевальный кружок. А когда в университет поступила, я стала здесь продолжать ходить. Ну, и вот он туда пришел, там мы познакомились. И составили больную пару. Я так слышал. Да. И что-то получалось. И была пара у нас, но... Ну, и кто как это сдвинул в другую сторону-то? Игорь, конечно. Из-за занятий? Да. Он первый увидел объявление, первый начал ходить, потом меня подтянул, я там сопротивлялась. Это объявление мы давали у вас все университеты, что я веду занятия по изучению Слова Божия, по толкованию святых отцов в православной церкви. Так было? Да. И как он тебе первый раз сказал про это? Ты восприняла это? Ну, я, конечно, против была. Он, ну, я, говорит, не пойду с тобой на танцы, а пойду туда. А я одна с кем-то танцевать, пары-то нету. Ну, пришлось идти вместе. Тут другой танец начался. Ну, и как ты стала слушать или как? Как ты пришла на первый раз на занятия? Так, впечатление какое было? Ну, конечно, все было новое, потому что у меня отец коммунист. Я вообще не слышала ничего. Бабушки в деревне там где-то жили, мы ездили, но она ничего не рассказывала. Хотя вот она верующая считала, она нам не говорила никогда. И все было вообще новое. У него-то бабушка-баптистка, да, была? Баптистка, да. Стали, стали, как-то ум как-то в другую сторону поворачиваться стал. По-другому мысли. Ну, пришла на занятия, потом ты услышала, ты поняла, что он свихнулся или что-то тут дельное? Ну, конечно, дельное. Конечно, дельное. Вопросы задавал он в занятиях, нет? Ну, я там больше слушала. Вопросы-то там были, многие задавали. А слышишь, думаешь, ой, я хотела это спросить. А уже спросили. Ой, я это хотела спросить, а уже спрашивает кто-то. И вы отвечаете. Вот так вот. Это вот все удивительно. Когда пришла Наталья первый раз, она же у кришнаитов там была, где не крутилась. И услышала разговор, две тетки прижали, в троллейбусе или в автобусе. И говорят, а она уже не знала, куда мотаться. И услышала, говорят о занятиях. А когда занятиях? Когда одна сошла, она говорит, а каких занятиях, говорит. И ей сказали. И она решила прийти. Пришла, говорит, и передо мной, говорит, женщина сидела в первом ряду, и она встала почему-то, а я села. И прям вплотную. И у нее было, говорит, семь вопросов. В каком порядке? И вдруг, говорят, прекратили разговаривать, разговаривали, какая-то тема была. Она посмотрела, посмотрели на меня, и мои вопросы в том порядке, как были, стали отвечать один за другим. Все семь вопросов. Это все показы, это Бог. Я знать ничего не знаю. Это Бог. Все Бог делает. А у Занудиновой света было. Они говорят, все, последний раз мы расходимся. И увидели объявление. И зашли, говорит, только. Вы на нас посмотрели, и тоже переменили тему, и стали говорить о разводе. И мы, говорит, вышли, обнявшись уже. До того удивительно, даже я ничего про это не знал бы. Это Бог делает. Ну и слышал эти ответы. И как они тебе, эти ответы? Ну, как? Конечно, уже сознание меняется полностью. По-другому уже смотришь на все. А когда ты начала понимать, что есть Бог, который любит нас, который ждет нашего обращения? Где у тебя началось обращение? Ну, вот на занятиях. Ты, приходя с занятий, себя анализировала, что ты уже не та? Ну, конечно. Ну, мы вместе. Мы же уже как бы подали заявление в то время, да? Уже в ЗАГС. То есть мы собирались уже пожениться с ним. И потом мы венчали здесь, в Потеряевке. То есть мы вместе приходили с занятиями, уже там обсуждали что-то. Какие-то вопросы. Что интересно, венцов у батюшки не было. Из цветов сплели. Цветы. Представьте, какой венок. Все было оригинально. Ну, и вот когда услышали о Потеряевке, как решились вы на это? Я уже заканчивала учебу. И нам нужно было куда-то ехать. Там в городе у нас жилья ничего не было. В общежитии, вот когда учились, жили. А потом квартиру снимали. И куда-то ехать. Нас звал у Игоря отец. Он там был директор, такой важный человек. Я, говорит, вас устрою. Меня в банк хотел устроить. У него там знакомство хорошее. Дом нам там купить хотел. В районном центре. Ну, вот Игорь сказал, нет, поедем в Потеряевку. И все. Ну, я за ним. Туда он, туда я. Все. Обратного пути-то уже не было. Мы уже пошли. Я думал, чем дальше, тем уже все обратно. Уже никак не вернуться. Если мы сейчас это все опять оборвем и поедем в другое место, то есть то, что мы приобрели, то мы уже все потеряем. Уже не будет. Уже по письмам или как-то приезжать. Это уже совсем будет не то. Нам надо было постоянное общение с людьми, кто уже давно верующий, кто знает слово Божьего. А отец, который вам готовил другой путь, когда он узнал, приехал, посмотрел, что он сказал? Когда мы сюда приехали? Ну да. Как он посмотрел? Посмотрел наших комаров. Ну да. Мы построили сарайчик, вот вы, может, снимали деревянный. И там внутри трехмесячный ребенок, ну и Маша там полтора годика. И он заходит и видит, что мы в таких условиях, ни воды, ни туалета, ничего. Он заплакал и пешком пошел в Корчино. Это все советы, да? Ну да. 15 километров. 15 километров. К этому я тебя готовил. 4 года в институте кормил, поил, готовили меня. Другая дорога должна была, наверное, быть. Он был очень против. А как он нашел смириться? Сильно переживал. Ну это не скоро. Это лет через 10, наверное, да, он все. Нет, но он частенько приезжал и видел уже изменения. Как было. И видел, что мы как бы стойкие в этом, что нас вот никак. Вы растаете в землю. Нет, это да. Убедить. А сейчас приезжают уже довольны. Ну молодцы. Ну как хорошо. Ну молодцы. Все время хвалят сейчас. Вот которые люди, ну, просят там, отказать и увидят это. И для них это пример. Везде, везде нужно быть верным, избранным. Узнаешь, что на первом месте специальности, это друженик сельского хозяйства. Не кормить. Умрешь. Второе, это текстильная промышленность. Один дети. Третий строитель. Вот. А остальное все там 105-205. Ну вот вы, когда строили, какие самые большие трудности были? Было ли когда-то момент такой, что, ох, что я взял, приехал, не справлюсь? Моментов было много. С десяток их, наверное, жизни было. Мы разговаривали. Ну как, тяжело очень. То дорог нету, то погода не та, что нужно. То засухи, не посевной, ничего не провести. И то дождь выпадает, там время посевной никак не сделать. То есть трудности были непрестанны. Ну вот никак-то Господь все это так устроил, что все получилось. Самое тяжелое для всех, кто тут был, когда, что не было школы. Ну то есть вот дети уже подрастают, а школы нет. Что делать дальше? Вот это был самый такой момент. А потом все образовывалось все равно. Добились школы. Да, со школой. Да, со школой. Школа, это та артерия, которую перерезали власти, люди бросали места и разъезжались. Они умно все делали. Никто не выгонял. И здесь, в сессии районного совета, разговоров нету даже. Никакая школа, тут три человека живут. Но батюшка был в Москве, тогда был Леб Якунин, в думе, в горховном совете, или как назвать ее. И там куда-то провели. И уже приезжает сюда, заседание, все проголосовали за. Ну а теперь государственные, вы получаете зарплату. Да, зарплату. Все. Нормально. Если Бог удастся, значит, мы ждем момент. Момент потерявки не настал. Но он где-то рядом. Вот нынче поселяется один человек, ну, а не один. Семья. С сыном с нуля начинает. Ты, жена второго ждет. Приезжали, вот осматривали Татьяну Новокрещеную. Все так под сомнением, но люди могут быть внезапно показаны где-то, нам показаны, а мы им. Которые хотят детей воспитать для Бога, для вечности. А более благоприятные обстановки, я считаю, просто нельзя создать. В чем-то не так. Но для воспитания в школе идеальнейшие условия. Все верующие. Наблюдают друг за другом, чтобы дети куда-нибудь не уклонились. Вот как. Многие вот спрашивают, что у вас нет тут магазинов, больниц. Но это не трудности. Что магазинов нет, это совсем легко даже. Они вот ездят каждый вторник. Что нужно, заказываем, привозят. А больницы, ну, как-то вот помолились Господь. Вы меньше болеете, чем в городе? Да, меньше болеем, да. Настоящих больных нет. Баба ей сколько, 87 лет? Ну, 87. Ну, ей какая-то там шишка были, знаете. Так она, ее, говорят, все там вспоминают сейчас. Она операции делает, а она молится и молится вслух. Хирург говорит, я не видал такой. Всем говорит, вся больница знает, какую-то бабку-то привезли. Она и за мной молитва состоит. Не знаю, что с ней вырезать-то. Она все рассказывает, сама смеется. Смотри, какого Бог дал врача? Он как ангел. Как ангел, он меня расспрашивает. Ты, баба, чувствуешь, ты не уснула? А я какой уснула? Я читаю молитвы, я врачей, я в больнице. Значит, большое дело быть верующим. Какие у вас вот в данный момент недостатки? Что вы хотели, но нет этого. Я скажу, вот у меня... В деревне или лично у нас, или в деревне. Не в деревне, сначала у вас. А в деревне потом, я только о себе хочу сказать. У меня, ну, все говорят, вот вы будь богатый. Ну, в жизни все возможно. Но внезапно мне бы кто-то подарил, ну, не знаю, 100 миллионов долларов. Это для богача, это не так и много. Что бы вы сделали? Ну, первым делом, брату Игор, я говорю, купил бы самый современный комбайн. На каком он работает, на большее-то нету. У меня сердце останавливается. Это у меня первое большое желание. Второе, провести дороги, построить большую школу, учителям раза в 3-4 зарплату повысить. Ну, а дальше уже видно было пруды углубить, рыбу развести, дороглайн нанять. Ну, тут деревенское уже дело. А потом и деньги и больше лезвы. Ну, у вас лично какое сейчас вот есть желание, пока еще невыполнимое? Мечта, я не говорю, слово мечта в Библии только в отрицательном смысле. Это кремлевский мечтатель думал, там сидел. Герберт Уэлл, там, вы думали. Вот у вас конкретно. Ну, чего тебе не хватает? Ну, покажи, чего у тебя там в тазике-то? Да все хватает. Огурцы, вы же как-то не ахти какие, но это огурцы, помидоры. А когда в осень не придешь, тут не протолкнешься. В ванне солят. Ну, что? Ну, мне, например, у меня все хватает. Все хватает. Ну, тоже есть все. Мы-то нам далеко не заглядываем год только по полеводству, что там нужно. Какую технику подремонтировать и все. Ну, видишь, я скажу про Игорь Александровича, Елену Анатольевну. Почему к ним все заезжают? А есть такие у нас здесь, потерявки, которых жизнь прожили на пенсии, ни одного друга нету, и никто к ним не заезжает. Даже такие есть. От тебя это зависит. Он, видите, какой открытый. Он просто гляди на него и на нее. Как-то писал, был корреспондент Сергей Сергеевич Макаров, Верст и газета, а он 10 лет в комсомолке работал. Ну, я о вас там писал и говорю, мужчины, стать боярином, а женщины настоящие бояриня. Ну, а что бояриня? Такой же человек. Тут главное, что не надо ходить и где-то что-то выпрашивать. Дети растут свободные. Свой устав, как детей сберечь? Он бесконфликтный-то, ему все друзья. Есть такая поговорка, ласковый теленок двух маток сосет. А бодливый-то теленок, он и своей матери может получить и вниз головой в пруду утонуть. Ну, вот люди, которые уже спрашивают приехать, что бы им посоветовали? А я говорю, я городской не знаю. Но жена ей есть, и жена у меня любит огород. У вас любит огород, заводить огород из малого и пошло потихонечку. А ты Женя Долгова знаешь? Знаю. Ты знаешь, с чего он начинал? Нет. Четыре гектара взял. Четыре с половиной, кажется. Ну, тоже 20 или 22 года было. Да. Вот он дальше говорит, у него получился урожай. На следующий год он арендовал что-то около 50. И там взял. А сейчас у него шесть с половиной тысяч гектар. Шесть с половиной. С ним заключает там 2400 гектаров ячменья. Омский пивоваренный завод. То есть новая техника покупает. У него другое. Ну, это человек не нашего круга, но он помогал на благовестие ездил. Мне на книге нужно было деньги, он дал деньги. Безвозвратно. Я не знаю для кого какой он, но для меня он хороший. Он сюда приезжает. Вы немножко знакомы с ним. Он ездил даже просто в Бразилию. Там новые методы какие-то. Узнавал технику зарубежную. Я скажу, не вор. О нем никто не скажет. Он платит несколько раз дороже, больше рабочим, но пьяниц никаких нет. Воровства практически почти нет. Ну, все равно, говорит, подворовывает где-то. О том все рассказывал. Значит, надо работать. День начинаем мы одинаково все с молитвы. В воскресенье никто не работает. Первые годы было, что наняты убирать комбайны. Приходили именно в воскресенье. Ну, я называю так. Мы не догматики. И поэтому это неверующие люди. И по-другому они не могли. Иначе урожай пропадает. И так же. А сейчас вообще, ну, не считаю пастухи. Вам не скучно здесь, когда вы видите, как в городе люди шикарно живут? Мария Ратом на колясочке полкилограмма катает. А у нас нет этого, да? Думаю, хорошо, что магазинов-то здесь нет. А то и деньги немножко поцелее будут. Я как-то тут был за столом, уже секрета никакого нет. Я говорю, сколько у вас блюд-то на столе? Выставляют гостям одно, гляжу, другое. Я посчитал, 16 блюд. Ну, из всего там. Отдельно там грибы там, а там все свое. Вообразите в городе. Никаких холодильников не хватит. А здесь Роман, оно выскочило, во город, уже сорвало, почистило все на стол. Вода. Вода в деревне здесь, вода в избе. Качает насос. Вот только прикиньте, что вот здесь крапива, ничего нет. И вдруг есть, и человек не имеет работников. Его даже раскулачивать не за что. А кто специально с детям вашим выбирал? Почему она не в учителях пошла, Маша, в медицину? С вами она с детства как-то играла. Медицинские мои покупали различные инструментики. Она все что-то резала, пластилин какие-то, куколок лечила. У меня мечта была стать врачом, но я побоялась, что не поступлю. И пошла в рагу поступать. Может ей как-то, не знаю, передалось ее желание. Желание мое. Не знаю. Видите, как и по специальности, главное, сгодилось все. Как Бог все устраивает. Когда назад теперь смотришь и говоришь, хорошо, что не по-моему. Да. Скроено в уму. Вот прошлое воскресенье занятия провел по-моему. Что означает? О, как это опасно бывает. И хорошо по-моему, когда все по Писанию. По воле Божией. Поэтому в конце нужно учиться. Попросил? Ничего еще нет. Ты одновременно сразу начинаешь благодарить. Да нет ничего. Это Божья заповедь. За все благодарите. Как получивший благодарит. А не получил. Именно ты не получил, получил. Получил то, что полезное, а не то, что ты просил. А благодарение открывает, я называю, шлюзы для новых благодеяний Божьих, которые Он проливает на нас. Вот сколько вы здесь лет-то уже в Патеректе? С 93-го. 21. А тут уже 21 год. 21 год. Здесь люди разные были. У вас с кем-то конфликты были? Нет, не было. Смотрите. Это даже вообразить нельзя. Это в одном котле, можно сказать, находится человек. Сколько у тебя овечек? Не знаю. Даже не знаю. Ну, понимаете, для иероскового человека это вообще непонятно. Он кусочек купил для гостей, а остальное время он за ванну, за воду платит, за все. Ну, тут электричество, там можно даже ветряки поставить. Ну, около ста, да, не больше. Около ста, да. Представьте. Ну, 150 на двоих мы с батюшкой вместе в одном стадии делали. Это надо постричь, это все делает один человек. Вот он, один перед вами ведет хозяйство. Он работает, платит все налоги государству. Какие налоги называются? Ну, это вот она, бухгалтер у меня. Сельхозналог, единый сельхозналог. Пенсионное отчисление, там, потом медстрах и... За вами не числится каких-то недоимок? Нет. Все платят. Ну, любой, который правитель даже... Ну, это, как говорится, нехорошее уже слово мечта. Ну, вот послушали. И как? Эти люди живут и без лжи абсолютно, мы это не знаем, истреблено. То есть, его не было, даже истреблять не надо. Все знали, это недопустимо. Ложь от дьявола. Ну, а ненависть? От дьявола. Он человекоубийца и лжец. И как? Не пьют, не курят, не матерятся, не воруют, и бутылкой не рассчитываются. Мы этого даже не знаем. Я их, правда, толкаю иной раз. Придумал, ну, хоть палочку около двери-то поставьте. Дом полная чаша. Ну, никого нету. Зашел, покричал, никого нету. Ну, чего же вы так живете, это полуорота? Я говорю, ну, ведро хоть или метелку поставь около двери. Нет, нет, пришел, палочка одна стоит. Это говорит, что Бог нас хранит. Мы не правы здесь. Говорит, проведем такой эксперимент. Но полиция, говорит, не одобрит это. Что давайте у себя мамонта, говорит, не будем запирать, а палочки ставить. И там у палочки не найдешь, и дверей не будет. Как это, говорит, все лампочки повыкручивали в коровнике. Двери сняли, пришел, ничего. Сторожа нету, а где сторож? Сторож пьяный. Двери сняли, и лампочки все повыкрутили. Мы этого не знаем. Зимой-то не мерзнете? Нет, дом теплый. Два года кому-то заготавливали на него. А потом обложили. Сокое обложили кирпичом. Здесь надуманного ничего нет. Так, Елена, что бы ты сказала людям, которые имеют детей? Мы говорим, желательно для поселения, молодые люди с детьми. Со своей специальности. Они говорят, боимся отдавать. Школу отдал. Ребенок такому научился, пришел. Я не могу из него выжить это дело. О, товарищ, а Генка это сказала, Витька сказал. Вот в этом отношении к потеряевке. Примени, как? Ну, конечно, не сравнить то, что в городе и у нас. У нас тут совсем другая обстановка. И вот у нас живет Шадрина Нина, и ее внучки две, Оля и Валя, выучились. То есть с Новосибирска родители отправили сюда к бабушке, и не пожалели, что они выучились, ну, чему тут научились, и поехали там дальше уже продолжать учебу. И всегда приезжают родители с благодарностью, и цветы дарят, и, в общем, благодарят. Саша тоже их же внук там с красным дипломом закончил, привозил, вот в этом году показывал. Наоборот, вот оттуда, они там учились, Саша вот до седьмого класса учился. Приехали сюда, и здесь заканчивали, и довольны. Что родители довольны, что сюда отдали. Может быть, у нас нет таких специалистов, как должны там быть англичан. Английский язык слабовато, я думаю. Ну, хотя говорят, что в школе еще там, в городе может быть хуже. Но все равно выучиваются дети, и в институты поступают. Так, батюшка тут сейчас подбирает кандидатуру, подавает заявление в семинарии несколько человек. Тебе не предлагал? Нет. Не предлагал. А почему он тебе не предлагал это? Да я с самого начала, это уже давно было. Когда он дякон рукополагали, я говорю, нет, батюшка, я не могу. Ты же все же чтец законный? Я не смогу это все совместить, мне это подтянуть, хозяйство держать. Понятно. А как мама твоя смотрит, что вот она баптистка, а ты православная? Она приезжала сюда? Приезжала пару раз, да. И как она? Ну, ей не понравилось, она что-то так подозрительно на все смотрит. Она говорит, ой, у нас по-другому, ой, мы не такие, у нас по-другому. Вы православные совсем плохие, а вот мы баптисты у нас... Я слышал туда, что баптисты приезжают, которые миссионерствуют, приезжали тут, пели, предоставили слово сказать. С района, где я родился, там вот они, ну, в соседней деревне, не соседней, там сколько хорошие, там одни немцы живут, ну, там, говорят, почти все баптисты. И они организуют такие поездки миссионерские, у них в Буканке есть резиденция своя, дом, где они останавливаются. И вот, видимо, по нашему району, по соседним районам они ездят, проповедуют, поют. Ну, вот так и к нам заехали тоже, ну, говорят, а мы... Вас знаем, и маму вашу знаем, и сестра твоя, говорят, у меня, я фермером в свое время был, вела бухгалтерию. То есть вот так и узнали. Я слышал, будто бы они рассказывали, куда-то приехали, я спрашиваю, это вы не с Потеряевки, а тут же с Потеряевки были. Да, раз машина с Потеряевки ходила тоже. Мы все селения объезжали, Евангелие дали. Но когда мы приехали в Табуны, твой отец, Александр Александрович, позвонил пресс-фитеру, он в библиотеке был везде, ни под каким видом на встречу не согласились. Говорят, вот тебе и хваленые баптисты. К нам приехали, мы не знаем, тут новая жизнь приезжала, тут сливки им даже в пост не пить, они берут и пьют, ну, мы уже ничего-то не говорили. А встречи никакой, ни под каким видом. Вот и все. Они считают, что они самодостаточные и чужое нам зачем? Потому что хорошее, плохое, им это совсем не интересует. Ну а теперь давайте. Я сейчас был в воскресенье, говорю, вот сайт в интернете. Ой, нет, у нас интернета нет. То есть они огородились очень плотно. А почему они были против, что когда выступали, пели, женщины и сестры прилично одеты, в платочках были? Ну то есть у нас к ним претензий никаких. Но они были против снимать. Вот так как ваш сын Ерема, Малейка, где-то снял в прошлом году, почему они против-то? Ну я даже не знаю почему. Ну я-то знаю причем. Когда люди что-то где-то таятся, за этим есть что-то, что они боятся. Другие увидят и скажут, это обман, что вы показываете. Вы не такие. Это первое. А второе, когда они говорят, это на рассмотрение людям скажут, что они говорят. От них отрекаться свои начнут. Я знаю, тут не больше трех-четырех причин. И так вот сейчас гонят, фотографируем, они лицо закрывают. Видела? Это уже научение родителей. Сами себя, свои лица боятся. Мы не можем предположить, чтобы Христос закрывался покрывалом или ученики Христова. Они выходили на площади, все святые. Никто никогда нигде не прятался. Не считая девушки, которые не сел, как порожу носит. Это мы считаем, когда Ревекка приезжала к Исааку. Это так было. Так, вы что-то еще хотите сказать? Да нет. Покажите. Дальше. Дальше проведем. Дальше пойдем посмотрим. А что это вот здесь мы не смотрели? Там холодильники, а здесь? Это у нас молочное. Здесь у нас для творога, для сливок. А это наш. Можно посмотреть? Да, там получится. Я правильно кинул? Ага. Там хлеб. У тебя не хочется? А ты пробота не подсоединил? Да, не подсоединил. Вот. Это столы. Показать. Это что у вас, плита, да? Электрическая? Да. Это вода своя. Да. Вода течет. Вот она. Пожалуйста. Шкафики. Еще не было, видите. Все. На новом месте. Посуде. Пожалуйста. Гляди. Так, ну теперь переходим через коридор влево. Я это помещение больше всех люблю. Ну вот, посмотри. Здесь уже компьютер другой. Я, наверное, тут закрою, чтобы не на средь было. Иначе ничего не будет видно. Вот с этого компьютера его можно даже включить, показать, что он работает. Включена мышка, пошевелите. Вот. Пожалуйста. Ну и вот внизу какая аппаратура там стоит. Вот здесь скайп. Единственный такой хороший, потеряйте скайп. Дети. Каждый из нас должен угождать ближнему во благах наседания. Римлянам 15.2. Дальше. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Якова 2.10. Видите, куда не посмотришь, окруженный словами Божьими. Шкафы для детей, прийти, посидеть. Так, переходим в другую комнату. Это коридор. Вот все думай, что все это с нуля, своими руками. Такие же люди, живые. Ну это я бы не пришел, особенно не Валентина Кивень. Такая умная женщина, она межустрок умеет читать. И мне она когда комментарии дает, ни один человек такие комментарии не дает. Я православному говорю, вот смотрите, это Дух Божий ей говорит. Она не может сама этого постигнуть. Она неговоренной мною трактует абсолютно правильно. Она не православная. И поэтому где-то что-то я говорю, то везде есть исключения. Конкретно с ней было такое, что она из друзей даже у меня выходила, а потом опять возвращалась, и она на Украине как раз сейчас. И она этот вопрос вот задала. Ну это что у вас? Пианино. Пианино. У нас тут есть преподаватель Людмила Анатольевна Янчуга. И она всех детей, желающих научиться, она всех выучила. Вот моих старших, Марию Техентью, и сейчас Иеремия учится играть на пианино. Вот, и ваши, я гляжу, дети играют. Тут была Настя, там полонеза разные играла. Теперь вот посмотри, тоже работает, да? Здесь вот третий компьютер ставит. Этот столик какой. Это воображает, что все это с нуля. При благословении Господнем ворованного нет ни полкопейки, ни обмана никакого, ни так вот, как там у Стервигова где-то. Миллиарды схватили, скорее отойти, а теперь буду я благодетелем. Нет. Кого обидел, вас дам четверо. А тут не обидел, и у него все при нем остается. Даже Христос сегодня посетил бы этот дом в Яве, как было. Он ничего бы не изменил, а что отдать? Десятину человек платит с первого дня. За ним нет ничего. Он не вор. Люди, которые не платят десятину Господню, это воровит Бога. А гитары кто играет? Игоря можем отпустить? Он сепарирует. Да. На гитаре Игоря играет. Подожди, пару слов еще каких-то. Молодым людям, которые пожелают здесь, что бы ты советовал? Здесь можно заниматься чем угодно. Мы тоже, когда приехали сюда, у кого к чему больше лежит душа? Кто свиньями взялся заниматься? Не понравилось. Мы начали заниматься свиньями, что поняли, что стыковать, скажем, заниматься землей и свиньями это никак не выжило. Я был, у кого свиньи держат, мы не едим, мы только на продажу. На продажу, только не в город или как-то там можно продать. С дорогами что проблема? У нас дороги такие, немножко дождик выпал и сразу слякоть, юшка такая. Земля хорошая, потому что мы были в воскресенье в другие, в Кулундинской степи. Там хоть какой дождик выпадет, там как асфальт ездишь по дороге, но ничего не растет. Так что тут выбирай, или дороги ничего нету, или бездорожье. Ну и то можно выбрать не так же, что дождь выпал, обязательно тебе куда-то надо выезжать. Ну подождал, денек подождал два, высохло, и дальше уже все нормально есть. Ну всякой деятельности можно. У нас нету пчеловодов. Держали пчел здесь? Держали пчел, мы немножко держали, тоже оставили. Но можно пчеловодством заниматься? Можно, конечно. Только с медом куда реализация будет, надо будет искать. А птиц держать, вот держат, куриц, гусей? Птиц это тоже можно, птиц постоянно, вот я молочку продаю в городе, и там постоянно просят, вези, вези птиц. Цена дороже, чем в магазине, вези, потому что знаем, что. Вы где-то давали на железнодорожном вокзале, там в управление я пришел, они говорят, это ваши с потеряевки заезжают. Мы, говорит, первый раз видим мясо, которое не пенится и дает аромат полей. Я говорю, в первую очередь, наша скотина здесь не слышала ни одного матерного слова, все благословенно. Ну а дальше травы все, кормят их комбикормом, курица ходит, клюет их. Он люба на сколько, пару шестин она держала, курица-то. Ну для красоты. Ну там они, перья такие, как будто взрыв на макаронной фабрике, говорит, был. Там не перья, как шерсть такая растет. Индюков сколько она держала? Как-то Галя Глушкова я зашел, говорю, а сколько цыплят она держала? Она говорит, я не знаю, неделю назад две сотни было. Она свой инкубатор сделала. Четыре сотни, кажется, у нее было. Четыре сотни, кажется, было. Ну вот, пожалуйста. Гуси держали тут такие табуны. Пруды есть, да, где их держать можно. Даже у нас они там все выщипали и ходят сами на пруд. То есть при желании трудиться, при благословении, не нарушая заповеди Божии. Нигде ничего не беря лишнего. Но мы в устав включили, чтобы не брать под проценты, как кредиты, там, ипотека, вот это, у нас здесь ничего этого нет. Вы нигде не брали кредиты? В самом начале брали, но быстренько рассчитались, трактор когда брали. А что у вас получилось в самом начале, я слышал, что вам брали овес, вроде они не реализовали, там за трактор какая-то махинация сделали с вами, обидели вас. А, ну на элеваторе? Да. Ну сдавали, да, зерно, нам подлежало там полгода, наверное, что ли, они говорят, или нам отдавайте его, или забирайте. А там за разгрузку-погрузку они все это посчитали, нам дешевле было его там оставить. То есть как сделали? Похранили, а взяли себе. А там полцены, цена как раз была бросовая, но никакая. А их услуги, они, никуда от них не денешься. Ну, спаси Христос. Так, еще одну комнату, посмотрим, да, все торопятся. Видите, какая работа, даже дождь где-то, и человек торопится посторее. Вот комната еще одна. Вот, пожалуйста, спальня. Везде изображение Господне. Икона, мы православные. А тут надписи на картинах. Это Иисус сказал, кто жаждет, ты ко мне и пей. Я не знаю, что это журнал, но мне кажется, это баптисты издают. До того хорошие журналы, а может другая какая-то. Он дает утомленному силу. Изнемогшим ударует крепость. Книга пророка Исаия. Видите, какие слова. Так это, наверное, еще на каждый листик. Ну, меняем каждый месяц. Я не вижу, и поэтому в Германии был, там немецкую Библию взял почитать. Ни богу, ни счастливаются. Да. Видите, тут отопление. Вот оно идет. Везде. Гладильная доска. Ну, кто городские животные? Что у них лучше? Есть такое, чего здесь нету. Ну, вокруг, посмотрите. Ну, вот на столике. Ну, у нас нету там разные маникюры, педикюры. Это у нас не положено. Здесь 10 лет что-то? Санузел. Вот. Зайди, посмотри. Сам узел. Это деревня потеряется. У меня даже того слышно. Видите? Сами и плиткой обложить, и привезти. И все как надо. Тут как-то приехал Быков, такой журналист в Москве, Дмитрий Львович. Ну, из-за Эльвиры Горюхи, она написала большие статьи положить, а он решил ее развенчать. Не знаю, чего так задело, прямо заело. И он писал. Александр Исаевич, Солженица, вы думаете обустроить Россию? А ее уже обустроили по вашим лекалам. Ну, мы по его лекалам не делали. Это он просто для красного словца. Но, а совсем вытекающим, отсюда вытекающим, он, слово вытекающий, к Ватикану как-то хотел применить. Ну, ничего, ну, не записывал, поэтому многое у него не так. Но это он заметил, и говорит, там был у Марины или где, в ванной, говорит, огурцы или что-то там моют, или солят, говорит, а потом по банкам. Так интересно. Вот, батюшка дал ему пояс, он не сходится, он такой человек, с пузырем таким. Я, говорит, был как Путин на Окинаве, говорит, да. Батюшка похлопал по животу, говорит, что ж ты таким стал-то. Да меня таким Бог сотворил. А батюшка сказал, Бог таким не творит, это мы с тебя таким делом. Дал пояс, говорит, побольше, я завязал. Это все собеседник, кажется, к журналу смены относится. Но он как бы против, но и против не хотел. Тут такая обстановка, я бы хотел. Меня спрашивают, проверяют документы, потом в редакцию позвонили. Ну и правильно, а кто вы такие? И милиция об этом говорит, не каждого пускай в дом. В городе цепочки разные, посмотри в глазок. Приехали незваные, не гаданые, кто вы такие? Ну, правда, позвонили они, кажется, с Барнаула-то. Ну, он вот и написал, это что вот это за прибор? Ну, машинка. Машинка стиральная. Да, видишь, как. Которая сама стирает. А где-то я слышал, что-то какая-то электроволновая или какая-то. Есть такая пись? Микроволновка, ну, есть. А где она, покажи. Да, мы почти не пользуемся. Когда писали, у нас ее не было. У нас была простая духовка, и ее спутали с микроволновкой. А потом уже через много лет она споет. А сейчас говорят, она... Она вот здесь. Ну-ка, зажги. Мы почти тут не пользуемся. И она как тут стоит. Это вот кухня как раз. Это не кухня, тут кочегарка, мы тут топим, а тут как склад. Ну, говорят, она вредная, сейчас сгорает. Она у нас тут и стоит, что мы так. Специально включишь, не загорится там это? Нет. Лучше я делаю такое указание, чтобы не ставили никакие тут. Если внезапные. Ну, спаси Христос, что... Ну, разрешили тут побыть, посмотреть. Ладно. Гостям ездят раздельцы. Кто приходит, интернет, ищут заняться. Так. Ну, Володя, выходи на улицу, но еще можно что-то обновили. Спаси Христос. Слава Богу. Так у вас телефон еще есть, кроме того мобильного. Покажите, какой. Посмотри, кого я. Вот то, чтобы антенну вот эту снимали, это телефон. Это телефон. У нас антенна там и вкорчена. У нас радиотелефон. А, вон, да. То есть не проводной, а... Это за него как-то платят сколько-то? Ну, да, как обычно, абонентская плата каждый месяц. Ну... А который на стенке у вас там международный телефон? Ну, это уже после сделали, когда уже этот у нас был. Спаси Христос. Ну, ты говорила, вот, не хочу фотографироваться. Да ты чего? Ну, подожди, как здесь показать, что-то я видел. Это что у тебя? Кабачки. Кабачки. Да там кладовка. Вот, посмотри, одеваются, как боялись, шубы-то какие. Нет, в деревне все-таки лучше. А вода это что у вас? Просто вода питьевая. Запасная. Все на всякий случай. Куда ни поверни, все умно и все благословенно. Спаси Христос. Слава Богу. Так. Выходи вперед, мы сейчас еще тут маленько посмотрим, как он там сепарирует. Надо давить, мы не успели маленько. Как коров доит, доильный аппарат. Я Игоря спрашиваю, ты вот в город-то приезжаешь каждый раз. Это выгодно тебе? Как же, на этом и живем. Ну, конечно, за счет этого и живем. Вы как, не на базаре же торгуете-то? Нет уже, люди знают, организации какие-то. Он приходит в организации, но он скажет в какие. Хорошо. А претензий нет? Вот пришли раз, а другой раз завидали, вы там дали что-то в прошлый раз. Такого не бывает? Нет, не бывает. Ну, бывает, когда, вот редко очень, что-то там, вот у меня кислые были сливки. А он сразу, пожалуйста, раз меняет. Так берите еще. И все. И нету никаких претензий там. Я вчера слушал сельскохозяйственную передачу, там школа Федотова. Ну, и написано, где-то там вдалеке от города, какая-то столовая, зашли и лапша с курятиной. Но подали, говорит, такое, я, говорит, не подумал, подумал какой-то огуречный рассол. Я говорю, а что это такое? В холодильнике лежали долго, купленные в дороге. И поэтому. А почему вы не разведете своих куриц? У вас столько отходов здесь. Рядом здесь. Да ты свеженькую подалбу, а малва шофера быстренько разнесут. И тебя клиентуры сколько было. Вот этой охватки не каждому хватает. Ну, надо просто присмотреться. Вот видите, как в тебя, в твое хозяйство, мы маленько в огород заглянули. Чего у тебя там растет, перечислить. Ой, что такое не растет? Ну, все, все, что такое необходимо. Морковка, лук, свекла, помидоры, перцы, баклажаны, кабачки. Там что, арбузы, дыни. Укроп отдельно, капуста. Укроп, капуста. А из кустарниковых что? Из кустарниковых смородина черная, красная, жимолость, ирга, крыжовник. Яблоньки там есть. Вот такая жизнь, даже здесь на земле, она украшается. Я вижу, у вас везде цветы, цветы вокруг школы. Кто руководит этим цветами? Цветами? Да, кто садит, кто смотрит. Ну, все помаленьку. А какие цветы названия-то есть у них? Ой, ну, есть, конечно. Но я сильно не вдаюсь подробностей. Я вижу вокруг дома и вокруг храма, и везде-везде цветы. А летом что, дети поливают? Да, дети. Мы еще не видели собачку. Как ее звать? Рэм. Рэм, ну-ка, посмотри. Рэм он пасет, говорит, замечательно, заворачивает. Рэм, ну-ка, выйди, покажись. Рэм. Нет, нет, нет. Ну. Не хочет? Иди сюда, Рэм. Рэм. Видишь как? Все здесь есть. У вас сколько кошек тут? Ой, ну у нас в доме только три. Я в сарай, наверное, три. Вот, пожалуйста. Шесть. И все такие кошки-то, подойдешь, погладишь, ласковые, не дикие. Ой, ой, приветствуется. Ну все. Почти, не взяли тебя сегодня? Да, Ремочек не взял его. Ну, видимо, мокро, боится замочить его. Ну, конечно, тут размокло все. У вас первый домик был? Ну да, это мы жили. Потом школу вы его приводили. До 97-го. Четыре года в нем жили. Потом школа стала. А это бочка для воды? Да, из колодца качаем в бочку, а из бочки насосом по огороду уже. А там лежу какой-то подвал или что-то? Чтобы нагревалась. Ну да, помню. Картошка в подвале не замокает? Нет. То есть туда не глянешь и думаешь, ох, вот это не спросил, вот это. Отойдешь, все равно же усиливать. Говорили, не спросил, сколько там, чего держит. Да, спаси, Христо. Вот это мы же сами послевали. Да. Содевали. Ну, вначале со склада, там, с этих, с сеновых тюхов. Давай зайдем к Игорю, посмотрим, все он тут сделает. Давай. Это что? 20 аппаратов? Да. И сколько они пропускают за счет? По 80 битров. А сколько примерно каждый аппаратов стоит? 4 с половиной тысячи. Вот, люди спрашивают. Вот мы приедем сюда, сколько надо иметь в трет, чтобы начать, чтобы дело делалось. Вон, Лена пошла, покажи, иван. Ну, уже пошла по дивану. Вот. И в день, каждый день, сколько литр себе арабатываешь? У меня немного, порядка, что-то. Ну, до сих пор, это вот 2 литра. Я видел, что Андрей вам привозит молоко. Это не нам, они емчуки. А, то есть, кто не ездит в город, а другому остановится, и ловат, и состоит, и привозит. Это же так, еще не хватает молока. Ну, что он говорит, я бы немножко покупал. Или вот обориализация хорошо идет. Это обратно, молоко? Это молоко еще. Они не вредят только? Да нет. Да, я же все. Все развелось, они подвизывают. Это еще холодильник здесь. Да, это старенький. Вот, вы видите, творог делают, продают. Вот он творог. Видите, как, это сколько? Полкилограмма. Полкилограмма. Почему? В городе 70 килограмм. Так, а я не спросил, молоко в городе будет или только сливки? Сливки, творог и молоко понемногу. Молоко, они там сколько стоят у вас на продаже? 40 там. А сливки? Литр 140. Литр 140. Вы едете, везете за 150 километров. Да. Тут еще вот только раз, ты послал. Раз в неделю даже, раз в неделю. Вы едете раз в неделю. Раз в неделю. А сливок? Тоже раз в неделю. Ну, не надоедает? Не надоедает? Нет, нет, не надоедает. Ну, что так. Ты везде не зайдешь, напоминание о влоге, спасибо, что вы не говорите за сливки. Сливки, опять же, посмотри. Любовь никогда не перестает. Первая карьера, 13-18. Куда не повернешься, все напоминания о влоге, о вилоге. Ты Богу благодаришь за все. Не знаю. А где ренте, я бы когда ехал? Ну, неделю назад не ехал. У тебя рент какой? 178. А у меня? 168. А у тебя ренте? 185. Сливки. Ха-ха. Скалон какой. Скалон какой. Скалон не пащать. Опять сливки там был, что не может пока же что. А остальное там был. Я просто так спрашиваю, но небольшие росты. Слава Богу. Ну, за помощи, наверное, это стукит. Слава пришту. Пойдем-ка туда, выйдем маленько, мы еще кое-что посмотрим у него, потом вернемся. Это вот у него баня, видите сколько, он не показывает еще, тут баня есть у него, ну-ка давай зайдем. Это баня, все, это купил он ее, а потом перевез и он зайдет, это предбанник, ну тут предбанник, это все означает, это означает баня там, вот сюда зайди-ка, туда, посмотри, бетонный пол, вода вытекает, париться можно, вода, хозяйка иногда воды тут возьмет и постирает, но у него тут по-другому. Вот он дольше всех здесь, и у него тут уже практически все есть, потихоньку, не поскользнись. Везде лампочки, вот, теперь он не сказал сколько техника-то у него, надо расспросить, давай-ка еще вернемся назад, зайди сюда. Игорь, мы не спросили про технику, сколько у тебя техники и какой? Техника старая вся, ну старая-старая, брали, один новый трактор в самом начале покупали, вот про кредит это говорили, брали, комбайн, трактор Т-4, Т-150, тоже старенький, Т-16, Беларусь, Беларусь новый уже брали. А вот эти машины, я гляжу, это все ходовые они у тебя? Да, ходовые. Это сколько у тебя машин? Три. Три, а тракторов? Надо посчитать. Четыре. Четыре трактора. Так, мы сейчас еще гаражи посмотрим оттуда. Ну, спаси Христос, ты друг всем, поэтому тебе легко и живется так. Давайте посмотрим, вот это он построил гараж для машины недавно. Видите, из каких блоков привезли? Это блоки, настоящие. Вот. Открывается или нет у него? Открывается. А, это у него не... Посмотри, у него что тут есть, ну-ка зайди. Опять обнаружил я. Углярка. Тут у него дровяник. Вот сюда маленько загляни. Это гараж для машин. Машины мыть специально. Она нагревает воду и моет машину. Ой-ой-ой. И тут холодильник у него, осторожно. Это мы уже на выходе тут. Еще я заметил строение у него, они говорят. Вот, пожалуйста. Маленько еще пройдем, чтобы полновесно было. Ты швур-то не взял свой потом? Я потом возьму. Потом. Вот это тут яблони. Ну какие яблони? Маленькие. Но они есть. Вот видите как. Это, кажется, двое дверей. А вон, посмотри, какой у него гараж стоит. Это для большой техники. Это трактор вот этот вот. Что-то он не заладился у него. Это новый, купленный с завода. Это не старая техника. Ну и все ломается. Вот видите, у него тут и сварочные аппараты. И все абсолютно есть. Но самое главное, видишь, какая у него выхлопная труба, чтобы там не задохнуться, наверное, когда идет. Вот куда ни глянешь, и сколько положено труда. А батюшка, когда храм строил, тут даже выразить невозможно. Как доставали лес, это вагон лесу, как плиты привозили. И все время какие-то люди помогают. Люди приходят. Вот он смотри, как его размонтировал. Гляди. Разделал. Все внутри вывалил его. И все это, все это, но очень все это стоит. Было в прошлом году, повадился один какой-то воровать. С шарщиной, кажется. И он там у них воровал. Ну, на этой технике-то. А его поймали. Тут милиция, уголовный розыск приезжали. Ну, наши что там? Никто ничего не требует. Ну, может, пусть вернет. А нет, так. Никто не добивается, чтобы его посадили. Преступник должен сидеть. Ну, в общем-то, да. Вот смотри, видишь, как антенны направлены. Вон одна с той стороны. Вон она идет. И это целенаправленно. Это у них, видимо, для интернета. А то для связи телефона. Это уже не было. Вот здесь цветы. Пойдем. Ну, таких-то сел сегодня было около 21 тысячи сел разрушено. Ну, это ясное дело. Государство не может существовать без сельского хозяйства. Национальная безопасность рушится. Вон там, видать, там батюшка стоит. Давай-ка к нему подойдем попутно. Поговорим. Вот вокруг. Это его деревья. Какая техника тут. Володя что-то строит там. Это курицы ходят. Да, вообще. Тут гуси такие табуны ходили. Вон там отоварит вина для своего хозяйства. Подойди сюда. Добрый день, батюшка. Добрый день. Вчера пошли у Стиновых там записали. А сегодня пошли вот к Игорю Варабашу с Леной. Вы не хотите, чтобы вас записали? Да. Отключительница. Вот тоже могли бы записать дом. Дом рядом. Вот так снаружи тогда покажем хотя бы. Тоже приехали с нуля молодые люди. Надо работать. Какие были трудности. Что сказали бы тем, кто желает поселиться. Ну, если с прицелом на то, что завтра отключат электричество и все. Даже вообразить нельзя, что в городе. Коллапс будет. Как говорят, пробка только из Москвы 130 км будет. Верхние этажи задавят нижние. Всем, что у них там есть. Бачка, что-то скажешь, если кто-то будет слушать? А чего сказать? У нас все на виду, а о чем говорить-то? Ходи, смотри. Жить здесь. Жить здесь надо сразу с собой. Бери лопату, топор, вилы, косу. С этого можно начинать и жить. С чего мы начинали-то. Ты с этого тоже начинал. Так, с этого начинал. Вот он батюшка, священник. Сколько у тебя вещек? Это коммерческая тайна. Сколько? Не знаю, точно я не знаю. Не знаю. Ну, с маленькими это до сотни доходит. Ну, может быть и есть. Видите, даже не считает. Богатый человек не считает. И когда Божье неворованное свое. Видите как. Ну, вот мы отдадим, отконвертируют. И через Сергея поставят. Пусть познакомят. А батюшка сколько берез насадил? Мы посчитали. Он где-то 48 берез только он посадил. Смотрите какие. Ну, еще уже березовый сок. Был. Мы соревнуемся с ним. Я говорю, а сколько у тебя? У меня получилось 53 березы. Ну, я назад беру свои слова. У тебя только березы. У тебя липы нет. У меня липы нет. Дело-то еще в чем. У меня около десятка лип еще посадили. У меня ветла растут, а у тебя нет? У меня в загородном там тоже растут. У меня тополя растут, у тебя нет. Вон один тополь напротив храма растет. Ну ладно, у меня 17 тополей. Дело в том, что мы 10 березок спилили. Я 4 спилил. И теперь я признаю, что у тебя больше. А сколько вы березовки батюшка заготавливаете? В этом году заготовил где-то литров 130 наверное. Со своих березок вот они где растут. У него тоненькие, у меня толще. Потому что мы раньше посадили. И вокруг вот раньше было к деревне подъезжают люди, а мы пасем. Ну совсем рядом. А далеко до Потеряевки. А до Потеряевки метров 300. Вот за этим околочком. Как сейчас помню. Она вся в околках. Колками называется этим. Мы околки зовем. Щеремуха, смородина, там малина в лесу растет. Вот это вот в основном березово. Береза, осина. Это главное. Вон везде видать ее. Береза и осина. Куда ни поверни. А тополя это и присутствие человека, как правило. Клен. Это сорный называется дерево. Заготавливаем вон где сады. Покажи где зеленые. Вот слабо зеленые. И там бери, пили. Это разрешается. Мы все под контролем. Без разрешения старосты он тут руководит. Без разрешения ничего не пилиться. Ну слава Богу. Пойдем. Вроде выполнили все, что хотели. Можно сейчас цветник у неонилы показать. У сестры. У неонилы цветник мы можем показать. Давай, Маренька, пройдем. Мы вас снаружи. Ну ты что, говори. Ну давай. Да хоть немножко скажи. Нет, здесь вопрос частного этого. Частного. Частного. Когда ты приехал? Потом мы вернемся маленько. Сейчас нам прерывать не надо. Мы вернемся. Пойдем-ка. Это Юльчук Евгений и Людмила Анатольевна. Она учительница. Бачка зовет. Ну быстрее. Нам пройти надо, а то кончается у нас тут пленка. У меня вторая еще есть. У меня вторая. Еще есть, ну ладно. У меня охота одну, чтобы она не держала. Я с вопросом пришла сестра. Ну я сейчас вернусь-то когда до Нинилы назад. Ну если сейчас. Ну пусть не прерывает. Пусть работает. Не надо, подождите тогда. Пусть не прерывает. Ладно, здесь такое дело. Значит там поехал этот Роман, как его фамилия-то? Штаудингер. Штаудингер этот. С детьми в Лайке. С детьми там где-то в Горном Алтае они там. А я слышал про это. Ну вот. Там дожди значит, там снег выпал, они там промокли. 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 Возвращаются они завтра наверное. Ну или послезавтра. Или послезавтра назад. Так. Ну а у них так, автобус детей ночью везти не может. Значит там пятьсот километров они доезжают до Барнаула. Барнауле им нужно будет переночевать, а потом утром. Запрещается детей, ночью перевозить запрещается. Правильно. Вот. Мы можем гостеприимство Авраама оказать. Так кто там? Вы говорите про что? Про наш дом? Да. Да. Ну надо, чтобы кто-то там был принял. Это там закрыто. Да. Она поедет туда. Там будет. Там братьев еще предупредить. Виктора предупреди, Яковлевича, чтобы знал где ключ-то открыть-то. Ну это я у меня... Так сколько там детей? 45. 45. Ну пять там уйдут к своим. Там и столы, и там сама знаешь все как есть. Пожалуйста, в этот домик захода никакого нет, там еще нет. Там не надо. Здесь, пожалуйста, что можно где положить на все этажи, если похлопать, там много войдет. Ну и все. А столы если сдвинуть, то на них можно наложить там матрасы. У них есть все с собой. Все, милости просим, даже очень рады будем. Я думал, что к нам сюда заехали, вот здорово было. Нет, автобус не пройдет. Они промокли все, дождь два дня шел, они вчера выехали. Так, а просушиться там как? И они пока вот... Ну я еще не предлагала, я сначала спросила... Звони прям немедленно, чтобы другие не перехватили. Вот, я говорю, гостеписто Авраама хотим оказать. Мы ищем это, чтобы к нам кто-то заехал. Ну и все тогда... Тогда есть каноническое правило, когда если застал, человек едет на лошади, его застала там пурга, снег мокрый, и нет ничего, на пути храм пока, то разрешается же лошадь завести в храм. Правило канон такое есть. Чтобы не погибла скотина. Правила все составлены по любви. Предложим, а... Предложим, скажи, что я услышал и очень рад. Рад, что не забыли. Мы их знаем, эти люди глубоко-глубоко верующие и порядочные. Ну все. Просто мои дети. Ну, осталось все по них контролем. Все. Ну, они-то не знают меня. Теперь только надо сообщить Мини Жовниру, все, чтобы они все приготовили и накормили привезли. Нет, ну и я. Это я на себя все готовила. А, говори. Просто звони сестрам, они мигом все это сготовят. Все. Все. Мы когда даем с дороги знать, что мы подъезжаем, приезжаем, уже все готово. Это вот гараж. Брат строит. Там что-то дальше. А там и издалека хотел бы показать. Там ведь нет. Вот такой труженик. Все у него есть. Там дальше банька. Приехали, вот они молодые совсем. Ну, здесь вот живут. Она преподает в школе. Заочно кончила тут, как называется, строительную учительскую технику, потом институт. Все можно делать. Было бы желание и благословение. Вот дом, посмотрите какой-то. Это потеряется. Это глубинка из глубинок. Тут всего-то ничего наружного. Ну и какая тарелка. Тарелку показать. Дом, как она делалась с любовью. Этот человек может все делать сам. Он мастер и по электричеству, по всему. Благословенные у Господа люди, они должны давать пример другим. Не стонать, а работать. Это его трактор. Это у него тут, кто растет там. Стена уже лежу возит. Приезжают родственники, где которые помогают. А это вот живет сестра. Она одна, но приезжает из города. Это дочери. С этими детьми. Вот смотрите, что у нее тут. Специально попросили показать. Сейчас мы. Ооо. Как она запечаталась-то. Давай, давай. Заходи. По воде. Ну вот посмотрите. Мы сейчас зайдем в книгу. Вот. Она тут. Одна сейчас. Попробуем. Э! Пожелаешь? Где наша сестра? Что-то закрыто. А что-то закрыто? Почему? Идет, идет, идет. Идет. Так. Ты водилась. Рассказала нам. Снимает. Попросили из Украины. Показать, как живут. Что у тебя растет. Цветники. Ну еще. Проходите. Нет. Вы бы рассказали, какие цветы у вас все это. Ну мы пройдем сейчас. Прием в комнату зайдем. Нет. Мне не надо. Я не буду фотографироваться. Не будешь? Не буду. Здоровья нету. Я не буду. Ну ладно. Ну пройдем еще. Пожалуйста. Все фотографии. И в теплицу зайдите. Ну ладно. Спасибо. Пожалуйста. Вот здесь. Все. Одна. Ну приезжают родственники. Я говорю. Маленькая сару люблю. Смородина белая. Вот она. Пожалуйста. Я его даю. Лягушащая икра. Ммм. Вкусно такая. Подойди туда. Здесь черебуха. Ну вот тут баня закрыта. Я на пластык не туру. Вот это квадраты. Юрга? Да. Вот какая. большая. Ягоды. Тоже съедобная. В рот. Это наверное рябина. Да. Потихоньку проходи туда. Вот какие теплицы. Это не надо никуда ехать. Это не дача. Вот пожалуйста. Ну если ничего не повредим. Можем открыть. Вот она. Посмотри что у нее тут есть. Вот такие. Она похоронила мужа. Мне здесь сын живет в Потеряевке. Тоже много держит корот. Вот так. Похихоньку. Там вторая теплица такая же. Можно показать. По-моему это бузина. Вот человек. Ну тут все закрыто. Что-то она тут накрыла. Не знаю от чего. Посмотри. Сколько капусты. Вот. Ягода. Ну тут уже ягода видно собрала. Мало. Видно черная смородина. Укроп. Помидоры. Это одна. Дальше огород идет. И вот здесь. Она постригла тут эта так называемая Виктория была. Она все время собирает и меня подкармливает. То горохом. То чем-то. Девочку. Нику посылает. Она. Смотришь. Прибежала. На двери повесила. Не знаешь. Кто принес. Что тайно добрые дела творят. Ну. Побыть да не сорвать. Не знаю. Не терпел. Ну. Тоже смотрят. Тарелками обешали. Тарелками обешали. Ой. Ну. Все. Показать. Ну ладно. Мы начали там. С одного конца деревни. С другим закончили. Выйдем. Выйдем. Для дорогого человека. Болящего. Я считаю. Это неплохо. Все. Слава Христу. Все. Закончилось да? Уходим. Идем. Так. Вот. Сегодня у нас 29 июля. 2014 года. Вторник. Ну. И сегодня поступил запрос из Украины. Я переписываю с Валентина Пивень. И она говорит. Вы снимите хотя ролики две семьи. Как люди живут. Как приехали. Какие трудности. А так. Людей приглашают. А они не знают. И говорят. Как там люди живут. Вот мы пришли. Видишь. В прихожке находимся. А тут что. Уборка идет. Нас говорят. Да ну да что то особое там. Ну чего то то не особое. Мы как раз и говорим. Видишь. Как убирают. Ну-ка ты дай нам интервью. Кто ты такая. Сколько тебе лет. 13. Как я зовут. Кустинова Анфиса Андреевна. Вот. Это Анфиса. В каком классе это учишься? В седьмой пойду. В седьмой пойду. В седьмой пойду. Как живут. С этой стороны зайди еще. Это. Посмотри. На второй этаж. Это идет. Это все своими руками. В деревне постоянная прибыль. И прибыль заключается в чем. Если есть живая скотина. Человек. Сидит дома отдыхает. А скотина в поле. У него. У ней молоко накапливается в вымене. Человек дома. Лег спать. А в это время. К утру опять у коровы надо дать. У ней вымя. То есть это все. Если на деньги. Это рубль. В городе этого нет. Пришел домой. Хоть день и ночь лежи. Ни копейки нигде нет. Вот сейчас слышу. Петух прокукарекал. Вот его петух. Рядом идут его курочки. Целый гарем. Что-то клюют. Это все прибыль хозяину. Не считая того что. Официально. Говорится. Они где-то снесут. А каждый день. Все что-то где-то зарождается. Кто-то рыбный пруд разводит. Кто-то пчелок. В чем деревня-то она отличается от города. Посмотри вот. Это все ватрушки наверное сами пекли. Ну сами. Ну да. Вот погляди. Какие окна. Это все с нуля. Просто так обведи. Те которые пожелают приехать. Чтобы увидели что. Вот видишь. Холодновато. А что у вас тут? Цыпленок что-ли греется? Да. Он зажарится. Зажарка же. Он что-то уже покраснел наверное. А кто это больше-больше сделает? Ну-ка свет дай-ка сюда. Зачем больше ты сделаешь? Вот. Знаете как живут. Иконостас. В четверга чистого на потолке. Видно что тут проживут православные. Но мы никогда не скрывали. Написано. Христос жизнь наша. Приняв его мы должны ввести его повсюду. В семью. В дела. В мысли. В желания. В слова и действия наши. Им должно быть проникнуться все чем мы живем. Вот в чем святость и совершенство. Ну не говорится еще и слава может написано тут. У нас много извлечений от святых отцов. Маленько присядем за стол. Мы только что из-за стола пообедали. Я зашел в интернет и прочитал. Ну а почему не сделать? В самом деле. Видите. Какой уют. Это кухня. Так. А ты кто такой? Я Стефан. Да. Как тебя звать-то? Я Стефан. Степа. А сколько тебе лет? Шесть. В школу пойдешь наружу? Да. Видишь. Игрушки. Все на глазах. Он во дворе большую часть. Сегодня дождь загнал их. В городе никуда. Пишут. Вышла во двор бабушка с внучкой. Вообще здорово. И бабушка на скамеечке. Внучка в песочнице. Гуляют 14 этажей. Летит бутылкой. Прямо. И мертвый лежит ребенок. По сегодняшний день так и не нашли кто это сделал. А то кидал. Он не целился. Еще просто обыкновенная. Безбожная. Бабка виновата во всем. Во всем виновата. Она вышла. Вот здесь это не так. У тебя отдельная усадьба. Спереди. Сзади. Выйдем покажем. Огород. Теплица своя. Помидоры. Все свое. Вот вопросы которые задать. Вот. Почему вы решили жить не в городе, а в деревне? Вот ты. Ну я всегда хотел просто в деревне жить. Мне в городе никогда не нравилось. Ну мы как в таковом городе то я не жили никогда. Мне просто нравилась деревня. Еленская жизнь нравится и все. В городе я не хочу жить. Сколько лет вы уже здесь? Ну мы вместе. Сколько? Восемнадцать. Восемнадцать лет. Вчера было. У вас старше кто? Никита. Сколько ему? Уже семнадцать. А где он? Отдыхает наверное он пас. Полдня отдыхает наверное. Дома он? Ну наверное. Позови его. Крикни его. Степа. Он учится где-то? Да. В городе учится. В городе учиться хорошо, а работать в деревне. Сейчас я может не по порядку, но все же спрошу. Мама. Там не отдыхает, а не там. Ну добрый день. Мама. Нас попросили сделать запись немножко. Ты в деревне тут и родился? Да. У тебя в дальнейшем как ты думаешь получишь какую специальность? Где будешь жить? В деревне или в городе? Ну зависит от специальности. Ну да. В зависимости то да. Но внутренне это желание. Бывает человек живет в деревне и всю жизнь томится. Был бы я в городе. Я бы там. У меня музыкальные данные. Все из филармонии. Вот. А другой наоборот томится. Каждую неделю вырваться на дачу. А чего дача? Это тоже. И никуда не выйдешь. Ты выезжаешь в город, а домой охота? В городе то видите все чужие. Ты один год уже был в городе? Да. Ну что там набрался в магазин. Где люди тебе кажется чище живут? В городе или деревне? В деревне конечно. Другие то деревья ты не знаешь. Там тоже хватает всякого. В обычных то деревнях там тоже пьянка поголовная. В обычных деревнях то. Ну да. И пьяней хватает. Это у нас по другому то все. Поэтому мы говорим о Потеряевке только чтобы кто не подумал. Что деревня она резко отличается. Сегодня не различишь. В деревне еще бывает наворачивать больше там. Так же воровство везде. В другой раз у нас по деревне проедут и все что есть. Даже у Любы кажется алюминиевые решетки все подмели. У Миши тогда выставил заправлять этот бак под газ. Балу. У Батюшки канистру вместе с бензиновым. Один как проедут безбожники. Безбожество. А ты Ирина как оказалась в Потеряевке-то? Ну я замуж вышла за Андрея. Так ты и в городе прожила всю жизнь. Это в каком году было? В 1996 году. Как ты приехала как никогда не была в Потеряевке? Может быть припомнишь первый раз ты увидела тут людей. Жизнь. Как она показалась после городской жизни? Ну вообще первый раз я приехала это была свадьба сестры Оксаны. Зимой вы приезжали сюда. Ну конечно что какое-то такое отрешенное от мира место. Тем более зима была. Кругом поля такие белые. Все в снегу ни дорог ничего. Ну какое-то как диковатое такое место показалось. Вот. Ну это первые мои ощущения. Ну тогда когда ты увидела наступило лето. Работа идет. Ты себя жалеть не стала? Нет. Нет. Я тоже всегда как бы была не против деревни. А жила где? В Томске. Прямо в городе? Ну да. Ну теперь назад уже это достаточный опыт. Смотришь назад и вот эти годы ты бы жила в городе. У тебя родители я думаю дворец бы не справили. Как ты думаешь вот так же работая с таким напрягом. Имея столько удовольствия не урядец. Было бы то даже внешнее что имеешь сейчас? То есть понятия не знаю. Ну какая-то специальность там была. Например такой же напряг был бы как здесь. Вот работаешь. Непосильная эта работа тут есть какая-то? Да нет. Нет вообще тут. Ну воздух тут даже говорить не надо. Наверное не городской. Да нет конечно. Я в городе вообще дышать нечестно. Мы это говорим для того что люди которые желают приехать они ничего не знают. И она Валентина это правильно говорит. Они приезжают люди думают вот я приехал и тут все как поет как в городе. Отработал 8 часов. Я говорит из сельской местности сам. А я знаю тут надо не работать а пахать. Да. Притом пахать от зари до зари. Ну так. Это правильно я говорю? Правильно я говорю. Ну так может писать только Твардовский. Зовю с зарей смыкал мужик. Ну все равно как то вот это вот не знаю то есть это работа не то что ты вот как бы в напряге. Ты зависишь сам от себя. Вот это вот самое главное. То есть ты ну устал ты можешь как бы оставить пойти отдохнуть там. А не то что вот на производстве то есть хочешь не хочешь можешь не можешь как бы вот. Ну даже вот утром там но встал ты рано подоил корову там все. То есть ты можешь ну зайти передохнуть маленько. Ну на час позже выйти там как бы свои дальше дела делать там. Ну как бы вот в этом плане проще. Вот ну а трудиться конечно. Ну оно везде надо трудиться там. Конечно. Выходных нету? Ну нету. Ну как бы если так сравнивать. Что хозяйство оно хоть выходной хоть не выходной кормить. Ну да. Речь идет о животноводстве. Которое не попадает под запрет работать в субботу. А остальное это уходит на выходной? Суббота Богу принадлежит. Это седьмой день. Я говорю о субботе. В православном понимании что это о воскресенье говорится. Вам не надо ходить в чужую баню. Своя баня. Вот. Некоторые говорят Саума. Турецкая. Пришел заразился там и мы это слышали. Здесь в этом вопросе по другому. Свой колодец. Да. Вода есть. Видите в городе. Это сегодня только. Думают. Если отключат электричество. Отключат. Вода сразу отключается без электричества. Ее нету. Туалеты все отключились. Но дальше не надо говорить что дальше происходит. Из Москвы говорит будет пробка примерно 130 километров. И сегодня уже учат людей. Как то собираться знакомыми. Человек по 100 по 150. И когда километров на 500 от Москвы отойдете. Чтобы огородиться. И никого чужих не пускать. Чтобы мужиков 20 было. Которые охраняли бы. Ну те продукты которые есть. В деревне. Я думаю вопрос такой даже не стоит. Мы наоборот говорим. Как принять этих беженцев. Мы не можем обеспечить их жильем. Как сегодня беженцев с Украины. Это люди потерявшие все. Но умереть с голоду никто не умрет. Я так думаю. И вода и все остальное. И наготу прикрыть найдут. Кто у вас из девочек старшие есть еще? Лиза. А где она? Не знаю. Ушла в гости кому то. Ну посмотри. Может быть здесь она. А ну ка иди сюда парень. Ты еще и годишь то. Как ты назвать? Исаак. Исаак. А сколько тебе лет? Одиннадцать. В какой класс перешел ты? В пятый пойду. А какие у тебя основные отметки? Пятерки. Пятерки? И четверки бывают. Сколько четверок? Сколько? Ну было за четверки. Три или четыре. Три. Ну ты в городе хоть когда бывал? Да, я еще бывал. Ну тебе где больше нравится? В деревне. Ну им то иногда в городе нравится. Выехали там. Мороженка купили. Что то там куда то в парк. Конечно. Так. Провести хорошо отдыхать на интересное время. Ее нету? Она отдыхает. Спит. Что делает? Отдыхает. Разбудить. Ну сейчас подойдем. Мы будем поднимать разве это лучше. Ну ка Исааки тащи ее сюда. Давай что ли? Давай. Отдыхать. Разве взрослый можно так говорить? Взрослый спросил. Она говорит. Должна кашлик стоять. Отдыхая среди дня. А что это за отдых? Есть поговорка. Маленький дожишка. Я попутно вам расскажу. Говорит. А лодырям что? Отдышка. Однажды говорит. Батюшка нанял цыгана. Сено сгребать. Ну пришли только заморосила. Ну они зашли в шалаш. Время прошло маленько. Уже выспался батюшка. Говорит. Сын мой. Ты посмотри как там погода. Он вышел. У батя заморачало на здоровье. Еще прошел час. Сынок. Ты бы выглянул как вышел. У батя беда. Пролупила на пропасть. Чистая погода. Вот у нас так же. Сегодня заморощало на здоровье и... Голенько расслабились. Заморощало на здоровье и... Голенько расслабились. А ваши родственники иногда интересуются вами же? Как у вас тут дела идут? И как они узнают ладно или не ладно? Ну конечно. Ну созваниваем сейчас телефон. Я не помню. А они вас не переманывают к себе? Нет. Ну вот отдыхают. Ты тебе сказал, чтобы она не говорила. Подойди сюда. Маленько вот сюда. Так. Расскажи как тебя звать. Сколько лет? Меня зовут Лиза. 15 лет. Так. Ты в школе учишься? Да. В какой класс перешла? В 9. Вот видишь как. Ну у тебя какие-то мысли то есть. Вот ты вырослешь, будешь учиться. Учиться. Получить специальность. Где бы хотелось работать и жить? В деревне или в городе? В деревне. В деревне. А ты городскую жизнь маленько видела хотя бы? Да. Как люди живут один над одним в 14 этажей. Как они у них есть. Да. Ну вот допустим нас попросили с Украины записать. И там есть дети сверстницы твои. Ты бы могла им что-то сказать о деревенской жизни? Ну почему она тебе нравится? Ну что у тебя привлекает? Я вижу же ты как розовый цветок светят. В городе то еще они больше бледные. Что именно больше тебе нравится в деревне? Да. Она пасет без ушера. На жизнь. На лошади то вы можете и кататься. Жизнь вообще в деревне. Свобода. Да. В городе так не погуляешь что ли. А вот что ты как видела у других у нас в деревне есть. Которые живут может богаче вас. Что бы еще хотелось иметь чтобы у вас было? Только лошадь. Довольно. Вот это удивительно. В городе как правило начинает говорить а у него там бэм бэ или еще что-то. Сколько я разговариваю даже намного беднее вас живут. Довольно. Я говорю о чем ты доволен? У нас все есть. Это Светлана Копылова поет. Отец решил сыну показать какой он богатый. А как покажешь он? Ребенок то небольшой там лет 7-8. И он решил его свозить к родственникам в деревню. Ну пусть посмотрит как они работают и как бедно живут. Ну и чтоб ценил сын то какой у него отец. И когда вернулись то песня поется ее. И он нас спрашивает ну и как? Ох папа начинает рассказывать. У нас то один фонарь там где-то или где горит то. А у них все звезды над ними горят. Он первый раз увидал. Луна. У нас там тот и другой показывает там два дерева растут. А у них посмотрели там целый гектар лес рядом то. И отец понял что он беднее этих бедных намного. И сыну никто это не говорил. Он это увидал. У нас одна собака в комнате то. А ты посмотрел сколько коров они держат. Папа у них столько овечек. Вот богаты живут то. Вот и все. Что человек целище настоящее призрачное будет отвергать. Он просто понимает что все временное. Даже оно и хорошее временное. И все таки настоящее божественное от бога данное. Как в сельской местности. Оно не так скоро приходящее. Премудрый Соломон когда говорит с притча Соломона. Конечно тогда кибернетики не было. Машин не было. Но упоминает о богатстве. О козах. О баранах. Обо всем. И он был богатый. И перечисляются тысячи валов. Тысячи ослиц. То есть это все шерсть. Это молоко. Ну к богатому кто то придет там копееку дал. А ты можешь накормить. У тебя есть что ему в сумку положить. И даже не будет считать себя в убытке. У вас все здесь или кого то нету? Все вроде. Все. Да. Вот мы хотели бы еще поснимать и зайти на этаж. Потом зайти в мастерскую. Андрей тут столярничает. Если дождь прекратился посмотреть в огороде. Во сколько обычно у вас стоят все? Или в разное время? Ну в разное. Вот. Как бы сказать. Кто с хозяйством пораньше. Ребятишки попозже встают. Маленько. Так. Ну а если в школу то все вместе. Ну в такое время. Это вот сейчас на каникулах. Какие то у вас природные ресурсы есть эти. Кроме своего хозяйства. Ягоды, грибы. Ну ягоды. Ягоды собираете. Грибов в этом году нету. Потому что дождей мало было. А так то тоже и грибы собираем. А чем же вот допустим человеку заниматься. Вот в данный момент я конкретно о Потеряевке говорю. Ну какие тут работы можно найти. Услуги. Магазины. Кинотеатры. Что здесь есть? Вот человек который городской. Что ему можно сказать? Какие то кинотеатры есть здесь? Да сейчас. У каждого в доме кинотеатр. Храм есть? Храм есть. Храм есть. Школа есть. Школа есть. Занятия по воскресеньям. Каждое воскресенье. Понимаете. В школе интернет есть? Есть. Дети не отсталые? Нет. Знают. И музыки их учат? Да. Иностранный язык? Иностранный язык. Спрашивается чего надо-то? Только учить? На пианино, на фортепиано это учат. Я видел концерты как они ставят. С ними занимаются. Понятно. Досуг можно провести. Интересно. На велосипедах каждое воскресенье катаемся. Вот если хорошая погода. Я сейчас гляжу, нашел брат его Кирилл. Видимо сунул свой велосипед записывать. Я гляжу, он согнулся под окном. Мы его найдем. Он бывший здесь житель. У нас тут жили Плотниковы. Сейчас они в Греции. Мы этим заезжали нынче. В Афинах были. Но он держал. Он работяга такой, видите-то. Он держал 100 свиней. У нас даже свиней держат. Люди-то не едят. Просто это дает доходы. Вот. А другой держал. Я гляжу, у него два или три поросенка. Бегают маленькие такие. А у того там свиньи прям настоящие. Не обхватишь длинные. А я говорю этому, у кого мало-то. Я говорю, а почему у тебя такие? А сейчас пошла мода. Богатые люди покупают маленькие, чтобы заперчивать. В таком виде подать на стол. Ну ясно дело. Это не все. Вон посмотри. Видишь, он как дружно здесь. А как сено заготавливаете? Ну, техникой хватает. Сейчас попроще техникой хватает сено. Сено-то полно. Хватает. Не каждый год одинаково. Ну, если засуха как. Да хватает сено полно. А грамот у вас сколько занимает? Весь с усадьбой? У нас, наверное, вместе с картошкой 39 соток. Полностью. За то, что приходится оплатить. Оформлена земля. А сегодня то, что вы держитесь с пиццей, со скотиной. Налог никакой? Со скотиной нет, по-моему. Нет, вот с жилья налог. С жилья налог. Но это все-таки ельцинское. Не давит так. Смотри, есть некоторые держат. Прямо животноводством занимаются. Фермерское. Ну вот человек. Вчера у нас приходили, осматривали тут дома. Углядели. Ну теперь придется ремонтировать печи уже. Что им предложить? Они говорят, да вы дали ему всякую работу. Так-то так. И пока человек не оперится здесь, у него могут быть большие трудности. Где дрова берете? Уголь? Дрова в лесу. А лес далеко? Да близко все. Все рядом. Валежника полно. А рядом. Вот видите как. Сейчас просто и уголь тоже. Только позвонил тебе привезут. Заплатил и все. Первые года-то труднее было. Вам в кредит не надо брать ничего, обходите своими силами. Да, обходимся, конечно. Некоторые боятся налоги в кредит. У нас в уставе написано не брать под проценты нигде ничего. И это помогло жить без процентов. Начинают вот они такие-то люди, процентщики. Ну не бери. Маленько где-то сократи один раз, другой. Оно уже будет по-другому. Мы говорили тогда, когда на Востоке наводнение было. Кто сколько может принять. Но государство бросило все силы людей задержать. Восток пустует. Пустой Восток. И каждый человек там на учете. И там им дома даром построили. Где надо высушить. Какие-то пушки там привезли. Сушильные. И старались людей не выпустить. Выехало очень мало. Но сейчас вот этот мятеж на Украине. Это смута. Это создало благоприятную обстановку для беженцев в России. Они принимают в Ростовской области. Расселяют до Урала и дальше. Где есть дома. Сразу представляют работу и прочее. Но наши клиенты, если сюда будут. Я сам то потеряю. Это те, которые ищут духовное. Как воспитать детей, чтобы дети были при них. Мы говорим, для воспитания детей лучше обстановки придумать нельзя. Учителя все верующие. Все-таки наблюдения. И просто так дети, где попал, не болтаются. А раз ты видишь где. А развлекательных учреждений нет. И где в магазин. А что вам нужно купить? Где покупаете? Ну, летом каждый ездит. То есть, летом дорога то есть. В любой магазин выехал. В соседнюю деревню. А зимой также, Игорь, привозят. Кто ездит зимой в горе. То есть. Все привезут, что надо. По питанию, можно сказать, вы обращаетесь не за всех. Кто-то там соль. То, что может храниться, это вот осенью просто закупаешь. На всю зиму и все. Я вижу, у вас какая-то ложка посмотреть. Не так. Это откуда она такая? Это папа. Александр Иванович, по-моему. Это он такие делал. Сам ложки. Я знаю. Расхитили. Лышка. Чтобы даже не поворачивать ее. Рука, чтобы отдыхала за столом. Интересно. Так, у вас у самих какие пожелания были бы тем, которые подумают сюда приехать? На что нужно обратить внимание? Чтобы не обмануться. Мы никому ничего не обещаем. Мы говорим без разрешения не приезжать. Приехать может тот, кто первое не лжет. Не пьет. Имеется ввиду спиртное. Не курит, не матерится, не ворует. Вот пять условий. Это должен быть православный человек. Иначе ему здесь просто никак. У нас приехал один. У него все есть. И зажиточный, и все. Но материст говорит. Он не стал скрывать. У меня, говорит. Чуть что и матеревку вылетел. Я говорю. Ну видно. Мужик еще в силах. Ничего не могу сделать. Вот ничего. Сегодня у меня один человек вышел на меня. Мы же нынче по России-то не трудились. Приехали на полтора месяца раньше. Ну и он вызвался. Сегодня уже мои книги там уже нужны. И за нас начинает работу. Я немножко гляну. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Говори. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Спаси Христос. Я только сейчас о вас говорю. В данный момент. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Давайте. Во Славу Божию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слава Христу. Поехали. Все. В одной библиотеке книги уже. Мы дали возможность людям работать. И кто работает. Полный комплект книг даю. Он нанял машину. Остался один. Я не стал даже спрашивать. Почему он Михаила. Сын Тимофея. Он один. И он сынишку взял с собой. Но пацаненок там. Ну может в классе во втором учиться. И приехали сейчас. Где у нас. Ставка в Калужской области. Оттуда хозяин позвонил. Приехали люди за книгами. Давать не давать. Я говорю. Записать паспорт. И мне позвонить. Все. И может быть найдутся другие волонтеры. Начнут. То что мы не сделали. По всем областям. Нужна сейчас Смоленская область. Краснодарск. Ну и до Мурманской. До самого севера. Коми. Все захватить. Санкт-Петербург. То что мы делали. Конечно. Первую. В одной библиотеке. Так еще побудем. Сколько прошло. Но они. Даже одна. Еще если одна успеет. То вряд ли. Закрыто. Надо было сказать. Как искать. Мы проезжали в среднем по 5 библиотек в день. 5 районных центров. Иногда это бывает города. 2 или 3. И остальные районные центры. Но мы. Очень большой опыт имели. Очень. Даже не выскажешь как. Это. 400 с лишним. Мест. Городов. Если ты ездил. Видел. Как мы. Прям буквально все. Знали. Ну Бог даст. И тоже помолиться о них надо. Новые приходят люди. Ведь только подумал. Только говорю о нем. Он мне раньше и не позже звонит. Вот до того это так удивительно. У меня на днях тут было. Я пошел к батюшке. А он. На улице там какая-то тележка стоит. Он около него на траве лежит. Ну ложись сюда. Там звонит. Ну я побыл маленько. Понравилось. Я вернулся домой. Думаю я вот здесь. Выдвез. Калитки тоже на траве полежу. У себя. Вышел. Не лежится. Твердо. А рядом сено. Я сено охапку принес. Сел. Комары кусают. Я босиком. Я еще охапку принес. Ноги заснул. Но еще. Никого нигде нету. Сижу с фотоаппаратом. И думаю я подремлю. Маленький. Тут уже заснул. Слышу кто-то подходит. А это Игорь Глушков. Заказанный мне в городе. Ну слушать как радиоприемник. Стерео там какое-то. Магнитолу. Там она 1000 рублей стоит всего-то. И он. А я еду и думаю. Где я вас найду. А я только вышел прямо на дороге. И вот. До того удивительно. Я никогда на улице не был. Он никогда меня не искал. Мы странно столкнулись. На завтра мне проще. Нужно передать город. Именно он нужен. А где его искать? А ты говорю. Выхожу. Воробаша. А он идет навстречу. А ты зачем идешь? За этим. А я тебя ищу. Настолько это удивительно. Если мы желаем жить по-божески. Я к тому говорю. Что Бог как-то так располагает дела. Что они сами будут по твоим силам. В деревне то еще надо помнить. Что и похороны то не такие как в городе. Не надо 10 организаций обходить. Очень дешевые. Не надо катафал заказывать. Все как надо. Отпоют. Сами выкопают бесплатно. Сами групп бесплатно сделают. И с крещением проще. Когда есть батюшка. Вот сейчас у нас готовят семинарию. Барнаульскую. Московского патриархата. Несколько братьев. В семинарию. Потому что нас ничто не разделяет. Чтобы были запасные священники. Мы давно об этом говорили. Но добавляли. Чужие откуда-то пришельцы у нас не примутся. И они это понимали. Когда были здесь. Говорят. Вашу общину никто не потянет. У них столько специфики. Вот у нас все библейское на русском. Надписи на стенах. Иконами. Ну и такое. Лежит Библия вместо Евангелия. Да много каких еще есть отличий. Ну Бог так делает. Может быть примут кого-то. Сейчас характеристики пишут. Кого не женили. Надо женить теперь. Вчера так и рассуждали. А что лучше? Лучше не жениться. Одному. Но священники не поставят таких. А как? Прими монашество. А теперь если монашество. То выходит выбор то у тебя какой. Только в монашество тогда. А мы к монашеству относимся неположительно в том мире как оно и есть. Остается один выход. Жениться. Ну хочешь не хочешь. Разговор уже пошел об этом. Не знаем как. А кто же у нас жена не такая. Ну не такая какая она не такая. Ну ходит не в ту церковь. Допустим к старообрядцам. Ну это препятствием быть не может. Если бы она была даже и не православная. Желательно чтобы все в доме были обращены. Канон говорит. Ну сегодня как-то это ослаблено. Не больно тут. А вы печете хлеб сами или покупаете? Ну летом в основном покупаем. А зимой у меня хлебопечка. Я на ней пеку. И вот это вам кто строил? Нанимали рабочих? Ну мне просто братья помогли. А внутри то все сами. И вот плитку, печь и все сами делали? Печь я сам. Плитку Роман. Это сам все. Вот это стол сам делал. А пока ты раньше то все делал или потом учился? Здесь научился. Здесь всему научишься. После этого к тебе уже обращаются. А кто Вадимаева отопление ставил? Ну сварщик приезжал. Тоже нанимали сварщика. Все это дешевле, значит. Проще. Но у вас есть что-то такое, что вот в эти годы хотели, хотели и так и не получилось, не купите? Что-то такое, о чем, как сказать, тоскуете во сне? Да такого нет, ну, каждодневные потребности там, что-то сломалось, чай не сгорел, там вот надо купить, там то, как бы сказать, оно все и выходит из строя со временем. А не скучно, что тут гостей, гостя-то некого приглашать? Почему некого? Собираемся, просто что так вот, шибко-то, часто-то и некогда. А как застолья пробойки, когда гости бывают? Бывает такое, чтобы настроение поднимать, как говорится? Или без этого? Предела пролума. Ну а родственники не пытались как-то еще в начальный период, пока еще надежда была? Что ты, куда ты пошла, что ты губишь свою молодость? Нет, ну, конечно, как бы, что больницы нет, как бы, переживали, ну, как бы тоже, что не было школы тогда еще. У вас кто, братья и сестры есть? Да, браты и две сестры. А где они живут? Ну, в Томске. Ну, и за это время, вот как вы сюда приехали и как они там остались, а они намного разбогатели, по сравнению, за этот же период времени? Ну, кто как. И в одну сторону есть, и в другую, по-разному. У кого какие способности или какие? Игорь Барабаш как-то был на вечере, где выпускники института, там школы, все вместе, ну и кто чего достиг-то. А что достиг-то? Он какой-то там, ну, что-то там рекламирует один, то есть никто ничего не производит. А вот опашня, скотина, молоко, все это везут. А он, он там где-то выступает, где-то. Ну, это, выступать надо талант большой иметь. А так просто один банщиком стал, один бильярдный какой-то, ну, играет, люди там. Я говорю, ну, это что за специальность-то? Специальность не в городе всякие, но главное, это специальность, это еда, что для еды. Это на первом месте. Выше этого никого нет. Вторая, это одежду кто шьет, прикрыть на готу, но в раю как было. И третья, это строитель, строить жилища. Остальные уже там идут. А в конце, там в самом конце, я говорю, с вылизанной чашкой стоит писатель и остальные деятели, которые ничего не производят и не произведут. Так. Мне понравилось у вас. Это у вас железная дорога так рядом? Да. Видно. А сколько до нее тут? Вон видно, смотри, идет поезд. Это напрямую-то тут километра два с половиной. Ну, может, меньше. Да? Там разъезд. Для него тогда было четыре километра. У вас деревья, это уже вы сами садили? Ну, вот все березы вот эти сами, но когда еще во Времянке жили. Видите, какое раздолье. А в каком порядке? Вот дом построили, а после дома что стали строить сразу? Или одновременно после дома? Нет, ну, мы сперва жили во Времянке. Во Времянке и для скотины сарай сперва. Сначала была Времянка? Да. А скотный двор, там баня эта? Не, ну, оно все одновременно. И Времянка, и баня тебе нужна, чтобы мыться и скотину держать. Скотный двор. А дом-то это уже в последнюю очередь. Ты должен сперва средства накопить. Или как-то постепенно? Ну, люди, которые приедут, жилья нету, но им понравилось, уже есть такие. Вот. Ну, с чего начать? Какие средства нужны? Вот это, что у вас сейчас есть, и вот сегодня вы бы приехали все это построить. Можно так, приблизительно узнать, сколько на это все потребуется? Скотину завести? Хотя бы первоначально за столбитель. Я не знаю сейчас в ценах сколько, много. Все это не в один год. Дом строили 4 года или 5 лет. Свою стоимость, если вы будете уезжать, вам никогда нельзя за нее? Нет. А потом я и не собирался никуда уезжать, строил сразу. Ну, я думаю, что тысяч 200-то вложили. Больше. Нет, по тем деньгам-то там... Это в каком году-то? Уж лет 15 назад я писал все. Деньги-то другие были. Ну да. Это сейчас миллионом не обойдешься. А ребятишки, которые в городе, они не говорят о том, что поехали в город, там лучше жить. В смысле, какие ребятишки? Ваши. А, наши? Ну да. Ну и еще пока ни один так не сказал. Мне нравится выражение Льва Толстого. Он говорит, хочешь развратиться, поезжай в город. Точка. Другой цели нету. Здесь все перед глазами. В воскресный день все в храме. Приехали кому-то гости. Рядом. Никуда не надо. Да. Здесь как тесный коллектив. То есть никуда не скроешься ничего. Ты должен жить так вот. Открытый должен жить. А если ты такой замкнутый, то тебе тяжело будет жить. Если ты как сам по себе в норке. Ты не сможешь так жить. А должен общаться. Быть открытым. Ну у вас-то уже жизнь взрослая. Как думаете, вам детей воспитывать легче где будет? Было бы в городе или в деревне? Да конечно в деревне. Тем более. Я имею ввиду воспитывать не школьное воспитание, а то, что молитесь вместе. Библию читаете. То есть учить их благочестию, смирению. В городе это. Его бы вообще они не видели. То есть с такой семьей он бы день и ночь работал бы. Но я бы тоже там как бы сказать. Уже бы все равно больше была бы занята тоже. Конечно. И то, что тут они ограждены как бы от всех соблазнов от мира. Все равно как бы проще и легче. Даже вот. Ну я приезжаю с ребятишками туда. И вот со стороны кто там вот с ними общаются. Говорят они совсем другие. И такие как наши дети. То есть значит они видят это отличие. Которые дети выращены в городе. Даже пусть у христиан. Тоже вот в христианских семьях. Вот. И здесь. Конечно. Они очень отличаются. Вот. Даже ради этого я никогда не пожалею о том, что я сюда приехала и здесь живу. Здесь не надо искать чем его занять. Ну как в городе. В секции какие-то там. А здесь. Занятий хватает вот так. Как батюшка говорил как-то. И говорит. Тут у нас одна работа за другой в очереди стоять. Только одну закончил, вторая. Трамвай не ждать. На автобусной остановке не стоять. То есть это положительно. Я-то пропагандирую сельскую жизнь. А сам живу в городе. Ха-ха-ха. 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 Ну все живу тут только. Это уж сейчас так. У меня совершенно другая жизнь. Но душой все время здесь с первого года и непрерывно и каждое лето. В деревне хорошо. Во всех отношениях. Мы сейчас сходим на второй этаж посмотрим. Как там. Вы конечно посмотрите. Тогда сначала здесь пройдем. Что у них тут за комнаты? Ооо. А это что такое тут? Ну-ка зайди туда. Это когда детская, да? Ооо, тут беспорядок. Посмотри какие этажи у них тут. Ооо. А тут чего у них? Журналы, книги. Ооо. И япона. Игрушек-то вы накопили нисколько. Это твое хозяйство? Нет, Исякина и мое. Ооо. Это Исякина. А ща кровать, кто спит на ней? Я. А на то Исяк. А на то кто? Исяк. Исяк. Ооо. Ну-ка посмотрим дальше пройдем. Ооо. Ооо. Полница такая большая. Это у вас как называется? Гостиница? Зал. Зал. Зал для приема гостей. Ну вот видишь, что старенький телевизор видимо проигрывает. Пожалуйста. Сокровище. Знание. Вот это клавиатура. Работает. Время 4 часа. Диски. Вообще не городская жизнь. Да мало того еще и... Ооо. Зал. 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 В деревне, наверное, не в одном доме такое. А в каждом доме у нас? Ну в каждом доме. А это что у вас? Морозильная камера. Ничего себе. Ну-ка подойди. Морозильная камера. Так она что-то большая больно. Ну это у нас с родителями на двоих, тут хоть самому когда жарко можно залезть и остудиться. А много она потребляет энергии? Нет, не как лампочка, 100 ватт может быть. Вот видишь как, ковра, меусловая комната, красный угол, икона, Новый Завет, что-то у нас завернулся, Псалтырь, свечка, только не оставляйте одну свечку никогда гореть, и пореже зажигайте. Светите изнутри. А кто на гитаре-то играет? Лиза. Ну она так еще, и Виктор Николаевич. Ну-ка пошли тут. А это у вас что тут? Да, это наша комната. Ну-ка, там еще комната. Вот видишь как, все тут у них. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Прекрасно. А там что? Никто не может уже и двум господам. Понятно. Видишь как. Это в городе покупали? Да, в БУшном. Ага. Сейчас смотри, что делают. Ну пошли. Тут городские-то люди посмотрят, скажут, у нас больше комнаты. А что в комнате-то? Ничего и нету. Ну-ка, Володя, пойди-ка туда дальше, посмотри туда. Все он там на втором этаже придумал. О, лестница какая. Тут никто у вас не падал с лестницей? Нет. Надо еще что-то придумать помягче. А это кто здесь? Ну, Никита пока вот живет. Ага. О, гости. Тут, может быть, туда глянуть можно или закрывается? Можно, но там, друзья. А ну-ка. А, тут мух. А, тут вот туда. Володя, позади-ка туда. Вот мух закрылись. О, сегодня прохладно. Ну, дождик моросит. Вот она, видно где. Не вылазь туда, чтобы не замокло. И замокло. Вот видишь, какая, какие сады тут, цветы. Там гречневое поле, это гречишное поле, вон дальше растет. Это Игорь Барфо. А там дальше, вон видно, вон влево. Это тюки, накрученное сено. Это все потеряевское. Я тоже вижу. Не урони. Пошли-ка сюда. Нам надо посмотреть это все. Открой штурку. Там закроется. Володя, посмотри тут. Сюда пронди-ка. Вот. А здесь, кто спит-то? Анфиса и Лиза. Лиза с Анфисой? Тут Лиза, тут Анфиса. Понятно. А тут девичник у нее насчет, так? Светелка. Терем-теремок. Терем-теремок. А кто в тереме живет? Мушка на руках еле, гурка-курка. О-о-о. Я заяка попрыгает. А нет. А реально здесь красиво. Видишь, у них тут шкафы сделаны. Смотри, она открывается. Ну да. Видишь, какая одежа, посмотри. Я не счел, что открывается? Да нет. Смотри. А что стеснять это? Открыть да показать. Это что? Сам делал? Ой. Так это сам, ну что-то так. В деревне всегда найдется работа. Какие обои сделаны. Это купленная. Это все в деревне. Начинали-то с нуля. Молодые. Ничего не было. Не выезжали на заработки. Никуда жили здесь. Начинается все с козы, с коровки с одной. А дальше Господь прилагается одно к одному. Начало стяжания полагает женитьба написано. Решил жениться, но дальше все пошло потихоньку. Пошли-ка. Мы сейчас зайдем немножко к тебе в мастерскую. Пойдем в хозяйство. Ты так спустись. Освети. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать ступенек. Правильно или нет? Так. Давайте. Я конечно туалет возьму. Еще как. Живут. Это санузел. Тоже необходимо все в ванную, туалету посмотреть. Смотри. В деревне. Ничего себе. Вон видишь. Умывальница. Мало того и наружная есть, и внутренняя. Хорошо. Выходим. Ну покажи нам. Это мы в доме у Синова Андрея Владимировича находимся. Он как раз на окраине живет. Тут что-то тоже у него есть. Заглянуть можно. Ну-ка давай-ка заглянем. Что там такое? Кладовка видимо. Смотри что там есть. Кладовка. Ну разное. Склянки, банки. Их не видно наверное будет. Видно видно. Закрывай. Все видно. Все. А здесь что у них это? Газовая плита. Ну да. Газовая плита. Ведер никто не считает. Вот купили тут заряжает бачок. Одежка. Так. Уходим. На двора сейчас идет дождик, нет? Да. Его прикроем маленько, чтобы не попало. Немного увидим. Так. Это баня. Так. Может у нас уже забернуть немножко. Прикроем его у себя. Так. Проходи только побыстрее, Володя. А тут он налево поверни между березками, беседкой. И обедать можно. Зайти. А вот это вот водонапорная башня. Сами же прорыли 80 метров глубиной кажется, так? Да, да. Сюда зайди. Вот копка топит. Вот баня. Своя банька. Смотри. Сзади покажи полок. Посмотри, что там написано. Видишь, как вышли. Вот. Вот. Тут камни. Нагревается. Пожалуйста. Вода вытекает где-то в яму? Да, конечно. Тоже. Пожалуйста. Своя вода. Тут уже все свои. Чужого нет. Так. Так. Законим. Пойдем-ка. Во. В хозяину в мастерскую заглянуть. А то что у вас от этого боли будет? Володя, я не знаю. Что это за бочка такая большая? Вот там зерно хранится. Вот этого его нету. Сюда зайти можно. Это у него тут хранится зерно. Видишь, как придумал. Покрасил, сохранил. Так. Там подвал какой-то. Ну-ка пока. Потом закроет. Ну-ка посмотрим. Покрасил. Ой, Стефан. Ну-ка, Лолоденько спустись туда. Посмотри. Зажги там свет или все. Покрасил. Покрасил. Подведи. Картошка. Радостненько тут, Стефанки. И берет веселки. Осенью тут заглянули тогда. Да, тут одни банки. Варенье с оленьем. Так. Может отсюда можно пройти? Пошли. Хозяйство заглянем. Видишь, как обложено все. Зорова. Так. Курица. Сколько у вас курица? Да, кто их считает? Большая. Бройлерная. Да. Бройлерная. Пожалуйста. Подойди. Вот кошечка. Да еще. Вот она пошла. Кошка. Вот он беленький. Гляди, какой он у ней. Белый. Вот у нас кошки-то все белые. Папа, можно я его подержу? Аккуратно. Ага. Документ пока не держим. Так. Ну вот. Так. И тойди ка сюда. Все залило водой. Коров. Вон там. Хочешь, Володь? Подались. Потихоньку держись. Закрой там, чтобы я уже подпишу. ой чужого голоса испугались но гадаринские, лопаухие вначале не было ничего этого, постепенно накапливается поскорее сюда, проходи иди туда, покажи где, смотри налево направо цыплятки, куры, курочки и цыплятки вперед, идем сюда еще на голубятину слазим запасные дрова, так заходи, Андреева мастерская покажи, еще на стенах есть все ремонтируется, станки разные у него тут смотри, что он тут напридумывал вот это, глянь наверху чтобы хорошо заработать, надо немало потрудиться вот высвети это, это напечатано никогда же не делал деревом, не занимался и не думал даже об этом, а сюда приехал вот это, и оказалось, что умею что-то делать оказалось, деревянные рамы рамы хоть на выставку давай, а то что такое хреб резать, досточки видишь какие ну это с отходов уже там все, работу найдет себе, действительно зарю с зарей смыкать приходится всякий инструмент требуется а станок это что, фрезер? нет, это просто циркулярка ну вот это там или нет, весь мы с поднимем а фрезер у меня ручной а ну-ка давай слазим туда наверх посмотрим, что у них там есть потихоньку ну-ка давай, Стефан, показывай, что там есть Голубятни Голубятни давай быстрее вот что там дверка так тут вот Голубятни куда мы попали-то Голубятни ааааа потихоньку, подожди не пугай их подожди, не надо залазить а выйди оттуда выйди-ка а то там маленькая ну-ка подойди поснимай напротив там это гнезде глябят вон они у него голуби какие ааа а вон Голубка какая сидит на гнезде покажи вверху можно зайти, где их видно нет а остальные где на улице а вон они сидят снаружи вон аааа ну-ка ладно, пойдем там снимем это Голуби это Голуби отлично отлично а это отсюда покажи дом где мы были дом видно ну-ка а ну-ка покажи велосипеды где-то держи над ним чтобы где была а теперь вокруг обведи машину с той стороны пройди собаку покажи и дом как его зовут-то? дымок ну-ка хорошо ну-ка 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 это гараж тихо 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 молодец смотри какие тут доски у него дом какой что там ну это Мария Лапкина это моя мама Мария Лапкина мы сделали запрос назвать ее она была мать-героиня а отец у нас инвалид Великой Отечественной войны второй группы и она в числе первых приехала тут и похоронена и когда спросили как первую улицу назвать она пока единственная улица ну вот так назвали район утвердил эта улица везде в документах так и значится прикрывай ее чтобы сырости там не попало вот теперь мы уже снизу смотрим это вот 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 так дальше все на этом спаси христос что допустили нас сокровенное свое посмотрели вон там и наверху откуда смотрели отсюда видно это 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 не в этом жизнь главное это спасти душу не жизнь а в деревне это проще намного соблюдается все наши религиозные двунадесятые праздники воскресные дни и люди которые приезжают здесь в деревне я еще ни разу не видел чтобы стояли и курили у нас написано везде на въезде на территории деревни курить запрещается и люди как-то это понимают вот на днях приезжали там в брюках где мы стараемся переодеть ну этих уж и так допустим вот пожалуй погляди вокруг а почта какая есть где берете что в Корчино? да в Корчино привозят 15 километров то есть сельсовет там находится ни в чем ущербности люди живущие здесь не чувствуют Господь благословенный любит своих детей и он Господь дает каждому по потребности только надо научиться благодарить Бога когда молишься когда не получаешь ничего благодари как уже получил потому что он знает лучшее нам непонятно а почему нету да Бог знает что за этим будет это твоя жизнь ты уже считай сколько тебе лет-то? 40 уже ну 40 считай пол жизни прошло ну что спрашивать-то это наша жизнь временна и как ее прожить в деревне более интересно насыщенно все вместе с семьей вчера я гляжу не вчера позавчера на воскресенье насели на велосипеды и всей семьей катят там за ними собака бежит иди там ягоды собирай грибы иди рыбач тут пруд есть все мы пошли благослови нас с Богом с Богом у тебя велосипед есть? да я поехал тасс желаю все